Ну, все знают, что я сегодня выступал в поединке с Жириновским. Сегодня существовала эта полемика. Вот, если говорить с технологической, политтехнологической стороны дела, то я понял, в чем некий, ну, не знаю, как специфический стиль или некая уязвимость Вадима Вольфовича, в принципе. Она заключается в том, что Вадим Вольфович и стратегически, и, не знаю, там, может быть, и метафизически, и психологически, и даже чуть ли не физиологически ненавидит линии. Он осуществляет действия по принципу «раз», «два», «три», «четыре», «пять», вот так, да? И поскольку эти, как бы, следы не такие некрасивые, как я здесь нарисовал, а такие восхитительно яркие, здесь сказано одно, здесь сказано другое, здесь третье, то Вадим Вольфович просто говорит, вот смотрите на эти пятна, завидуйте, смотрите, восхищайтесь, потрясайтесь и поймите, что никто, кроме меня, этого сделать не может. Вадим Вольфович никогда не хочет, чтобы была линия. А Вадим Вольфович в принципе не проводит. И она ему, как говорю, когда-то «Бисмарк, революция мне ненавистна как грех», да? Только Вадиму Вольфовичу линия отвратительна как грех. Она для него физиологически неприемлема, в этом есть что-то нехорошее, скверное и неправильное. А надо вот так вот, бум, 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 да? Соответственно, возникает масса вопросов, которые я просто, поскольку, а в чем для меня, как бы я никогда с Вадим Вольфовичем не воевал. И на передаче на это я с ним не воюю. Это не товарищи там, какой он, Ковтун или там товарищ Амнуэн. Это человек, тем не менее, который хуже, лучше, но сформулировал какие-то как бы посылы в защиту русского народа. Поскольку русский народ, ну, просто уделали как бог черепаху за эти 25 лет. Ну, расправлялись всеми возможными способами. А он в ответ на это проявлял то ли кроткую мудрость народа-собирателя, то ли какую-то такую некую усталость народа, собирающегося заснуть, а то и отплыть к другим берегам. Это неизвестно. Никто из нас это не знает. Но поскольку в любом случае, ну, это было просто совершенно нечто омерзительное, несопоставимое, ну, понимаете, да, там, нам нужна национальная независимость, мы хотим любой ценой получить ее, потому что мы сейчас в нашем маленьком национальном государстве, как только получим, устроим рай земной. Дали независимость, завоевали, возникло, там, 80% элиты и половина населения находятся в Москве и сопряженных областях. А чего ж ты не строишь свое национальное государство-то? Ты его добивался, там, не знаю, что, так сказать, швырялся камнями. Все для того, чтобы построить национальное государство. Ну, так ты все собирайся в нем и строй его, подымай его, реализуй свою мечту, там, и так далее, и тому подобное. Ну, не буду проводить пример Израиля, но все-таки, да, худо-бедно о чем-то говорить, да? Вот все собираетесь, вот она земля обетованная, вот мы приехали и строим. Так нифига подобного. Все оказались опять в этом имперском граде, да? Этих русских оттуда голыми боссами выкинули. Кого больше, кого меньше. А сами опять приехали сюда. Русские на это смотрят, говорят, нифига компот, что же это все такое означает. Говорят они про это как-то так мягко, терпимо, да? С таким каким-то внутренним ощущением, ну, тоски во взгляде и такой, ну, изумления, ну, вы даете, да? Так вот, русский народ вел себя, а это же трагические истории, миллионные, да? Это Средняя Азия, там, да? Другие регионы, там. Вообще это вся ситуация Прибалтика, да? Как с российским двойным стандартом по отношению гражданам собственного государства, да? На который все смотрят, говорят, хорошо, хорошо, пусть будет, да? Вот это все вместе, оно вызывало такое какое-то абсолютное спокойствие и какое-то такое вот, я говорю, то ли это была такая уже взгляд с лодки, отплывающий на тот берег, ну, что тут вы так говорите, грешите здесь сколько угодно, а мы поплыли. То ли это была какая-то державная мудрость вот этого народособирателя, что не надо слишком бурно реагировать, потому что что-то, то ли комбинация всего этого, да? Но никто вообще не говорил ничего. И Жириновский что-то сказал. В грубой форме, не в грубой, там, с такими перехлестами, с другими, с такими, так сказать, другими издержками. Но он сказал. И я, как всегда, сохраняю к нему за то, что он сказал. Я не буду говорить, а он не так сказал, а вот он не то сделал, а вот он не туда пошел. Я сохраняю к нему какую-то человеческую теплоту за это. Возможно, он это чувствует, и как-то мы странным образом, находясь на совершенно разных позициях, нельзя сказать, что мы все время рвемся вцепиться друг друга в горло. Этого нет. У меня вот, я должен сказать при этом, вот КПРФ совершенно другое чувство. Ну, понятно, да? Это своя идеология. Эта идеология очевидным образом, ну, оглупляется, так сказать, до предела, разрушается, по сути, там, используется как бренд. Это мне все, мне это не смешно, да? Да, фигляр призвенный, поручит Алигерий. Да, а это как-то, ну, это что-то чужое и все прочее. Но проходит время, и внутри этого чужого, много раз повторяемого Жириновским, выделяет какое-то ощущение, что, ну, благодарная русская аудитория, в которой это такой принцип прицепа, понимаете? Вот он там говорит, русские, то, сё, пятое, десятое, вот здесь плюс. А там идут, едут некие вагончики за этим, да? Вагонеточки. И уже за то, что вот такой с плюсом поезд главный, да, уже все эти вагонеточки можно класть все, что угодно. Вот по принципу вот этих вот отдельных следов. Бум-бум, бум-бум, вот так, да? А поскольку все-таки это же существенная часть, миллионы людей, и даже часть людей, которые, может, Жириновский-то не ахти, они все равно это съедают, то внутри всего этого дела возникает неприятная картина, потому что людям впихивают важнейшие вещи в абсолютно извращенном ключе, то есть не имеющим никакого отношения к правде. Вот я просто обращаю пример, ну, как бы номер один, да? Значит, вот русские перед 14-м годом, это взлетели, это была преподобающаяся империя, это был такой триумф русской мощи, имперской, православной, торговой, промышленной, и все что угодно, да? Я всячески стою за то, чтобы в Российской империи тоже находили какие-то сильные стороны, да? Чтобы ее не отрицали. Но все-таки поймите, что есть все авторитетные энциклопедии мира, авторитетнейшие справочники, да? Их же нельзя просто взять и сжечь. Это неправильно, да? А в этих справочниках есть цифры. Значит, доли России, США, Великобритании, Германии, Франции в мировом промышленном производстве, да? Страны. Это с 1881 по 1885, конец века. В США 28,6% промышленного производства, в Великобритании 26%, Германия 13,9%, Франция 8,6%, Россия 3,4%. Это нельзя оспорить. Россия за период 1881-1885 производила примерно в 9 с лишним раз меньше, чем США. Понимаете? Или Великобритания. Это все. Ядерного оружия нет? Да? Она производит столько. Это она ваутика. Потом было лучше. Зачитываю. В 1896-1900 США производит 30% мирового продукта. Великобритания резко соскакивает вниз. Производит 19,5%. Германия поднимается наверх, в чем и есть природа, и производит 16,6%. Франция производит 7,1%, то есть меньше. А Россия производит вместо 3,4% 5%. А в 1913 году США уже производит 35,8% мирового продукта. Великобритания еще падает на 14%. Германия поднимается над Великобританией на 15,7%. Франция 6,4%. А Россия 5,3%. Все, она остановилась. Империя кончена. Все. Хорошая, она плохая. Там такие они, там другие. Но это вот так. Это нельзя отрицать. Это невозможно. Вместо этого глаза там расширяются, голос напрягается. Это было не божественно. Сейчас готовилось съесть весь мир. Такая мощь, которая вообще ни с чем не сравнима. Ну что можно с этими цифрами сделать? Теперь финансовый капитал. Финансовый капитал в России как бы составлял накануне Первой мировой войны 11,5 миллиарда рублей, 4,6% мирового финансового капитала. Из которых 7,5 или 2,3 были иностранные капиталы вложений. Значит, собственный капитал составлял одну треть от 11, да? Ну, порядка четырех. Россия по абсолютным показателям предсказала только держава Австро-Венгрию, Италию, Японию, но несколько раз уступала ведущим державам мира в 4,5 США и Британской империи, по 52 миллиарда в 4, Францию, в три раза Германию. А если взять национальный капитал, то эти цифры надо еще в три раза умножить. У нее нет денег. Государственный долг России с 1913 года 8,8 миллиарда рублей, уже кошмар, да? Это золотые рубли. Увеличился до 50 миллиардов в 1917. Они увеличили его в 7 раз почти за войну, потому что они только брали взаймы и покупали оружие. Брали взаймы и покупали оружие. Ничего больше не могли. До Ленина, значит, страна была самой передовой, да? Дальше доход на душ населения. Национальный доход на одного населения в России в 1894-м был равен 67 рублям, а в 1913-м – 101. Он говорит, вот, рост 34, да? Но за рассматриваемый период доход на душ населения вырос в Англии на 190 рублей, а у нас на 34. В Германии на 108, во Франции на 122, в Италии на 126, в Австро-Венгрии на 100, и в США на 138. То есть, по уровню душевого дохода страна падала вниз. Отрыв между вот этим золотым миллиардом или этими странами и Россией увеличивался. Ну, хоть чуть-чуть, значит, если поваловые внутренние продукции из 1913-й принять за единицу, в Советском Союзе к 1940-му году 7,7, то есть 770 процентов. В 1950-м – 13,3, в 1960-м – 40,3, в 1970-м – 91,5, в 1975-м – 131. Это не 131 процент, 131 раз. То есть все это берется, да? Передается в советские руки. Они там свирепо-несвирепо, значит, даже все эти «газ» и все прочее, и этот поезд начинает нестись с офигительной скоростью. И с восьмого места это все переходит, неважно, на второе, там, на первое, ну, письмо, на второе по отношению к США. И что? Она уже самодостаточна. Со странами, соц. лагерей, чем угодно, надо достаточно, чтобы соц. лагерей сказать, мы – полюс сил. Этого же нельзя спрятать, понимаете? Не будем говорить о том, что чудовищный Ленин убрал Орлов из Кремлевских башен. Смотрим все фотографии. Там мавзолей Ленина, первой деревянной, а над башнями – Оруи, потому что Орлов начал убирать в 35-м году, а доубрали в 37-м. Там они, звезды эти, которые поставили, начали ржаветь быстро или что-то там, мутнеть, поставили другие звезды. Ну, бог с ним. Бог с ним, это мелочи. Но это ты никуда не денешь. Это же фундаментальный показатель. Значит, дальше, так уступает и говорит, вот это все русские великие ошибки, они заключаются в том, а это все входит в голову. Все. Спросите вот у какого-нибудь женщины в платочке или у какого-нибудь дядечки соответствующего, и что он вам скажет по поводу того, что было к 14-му году? Он вам скажет, что мы были самой передовой страной, и именно страх за то, что Россия сейчас перегонит весь мир, привел к Первой мировой войне, там, каких-то там, Шифов и всяких прочих злых сил. Никого не интересует то, что это было восьмое место. А что теперь, значит, мы, великая военная держава, Александр Третий, как стукнул кулаком по слову, сказал «казну на войну», и все испугались. А почему все не испугались во время Крымской войны? Мы ее позорно проиграли при всем героизме наших солдат, офицеров, генералов. Мы ее проиграли позорно. Мы как бы согласились на то, что не будет флота. Мы там очень далеко ушли. Почти как прудская компания Петра Великого, про которую тоже не любят говорить. Ну а как же так можно? А японская война, война со страной, в которой доход был меньше, чем у нас, вау внутри продукта на страну. Мы же проиграли. Мы отдали территорию и все прочее. Что это за величие-то? То есть, конечно, ну, в каком-нибудь там Петр, послепетровские времена, со всей сложностью и всем прочим. Дальше. Я никогда не был склонен заниматься вопросом там о русскости, кто русский, насколько, кто славянин, кто не славянин. Это не моя тема. Не потому она не моя, что она мне не выгодна, а просто потому, что мне она неинтересна. Но как вы думаете, давайте вместе подумаем, сколько, если встать на эту, чуждую нам парадигму, вот встали на нее, на эту почву, то сколько процент русской крови в государе-императоре Николая II. Ну, давайте посчитаем. Значит, в Екатерине ноль. Это ангель-дарштадтская принцесса, выполнявшая волю своего дяди-фрица только так. Понимаете, да? В Петре III, ну, какая-нибудь четверть, наверное, что-нибудь, да, восьмая, ну, мало. Дальше возникает Павел. Вы знаете, что по этому поводу сказал, по-моему, Александр III, да, когда ему сказали, что Павел от Салтыкова, да, он перекрестился и сказал, слава Богу, мы русские. Когда ему сказали, вы знаете, государь, это все-таки байка, он перекрестился и сказал, слава Богу, мы законные, да. Человек был не без юмора, да. Был Петр. И после Петра была Елизавета. Там насчет Марты Скворонской, она хорошо очень себя вела, кстати, это Екатерина I, такая довольно порядочная себя вела, она была полька, да. Ну, вот, неважно. Ее дети там, это еще все Россия, да, Елизавета Петровна, они это еще Россия. И все это там как-то крутится. Но у Елизаветы же официальных-то детей, наследников престола нет. Есть все разговоры, там, о браке с Разумовским, там, другими, там, неважно, с кем она была в законном браке, но это другой брак. Все эти бегавшие потом князи, княжные Таракановы, туда-сюда и так, да. Вот это все, ну, накрутка, а нету никого. Она берет Петра III и эту тетеньку. И они соединяются. Павел – это типа вот их сын, вот, слава богу, мы русские, слава богу, мы законные. Это их сын, предположим, да. Если в нем, ну, если там одна четвертая, то в Павле одна восьмая, да, ну и понеслась. А в Александре, соответственно, одна шестнадцатая, да, в Николае столько же, да, значит, а в Александре II одна тридцать вторая, а в Александре III одна шестьдесят четвертая, а, соответственно, в Николае одна сто двадцать восьмая. Может быть, и меньше, но там уже ее вообще нет. И во всех принципиальных справочниках, вот, которых этот вопрос обсуждается, там, Готский, Альманах и так далее, они там все звучат, как Гольштин, Готерпы, они там не звучат, как Романовы. Для международной аристократии они не Романовы. Последние Романовы это Елизавета. Все остальное уже не Романовы. Причем эта тема широко обсуждаемая в русской аристократии, там, мерзавцы или нерзавцы, там, вот это Долгорукий или кто-то еще, кто это обсуждал. Но это выкатывалось, и в конечном итоге в проигрыше войны там было достаточно много и этого. С этим же тоже надо. Может быть, эти немцы становились очень даже обрусевшие патриотичными. Может, они становились кем-то еще, да? Но я лично в том дискурсе, в котором я существую, для меня этот вопрос просто неинтересен. Но если берется дискурс вот этой русскости, то где там эта русскость? Ее просто нет. Дальше. Поскольку это все, там такие, Алиса Гессенская, это что такое? Это Александр Федор. Это, так сказать, просто стопроцентная немка, приехавшая, так сказать, сюда, ну, с какой-нибудь добавкой датской крови, там, королева Виктория, там, ее внучка королева Виктория. Ну, такая. Ну, это международная, да? Внучка, да? Значит, это такая вот фигура. Теперь, значит, говорится, большевики, масоны, все масоны уничтожили. Не было среди большевиков масонов. Ну, не было. Не знаю, там, кем был Чичерин, Чичерини, да, это князь Священной Римской империи, да, или там кто-нибудь еще, но там пара-тройка людей из более-менее такого, ну, привилегированного общества. Были там несколько, но все остальные, какие масоны? Ну, как Сталин мог быть масоном? Где масоны, а где Сталин? Это, так сказать, в этом горийской деревне, и потом, знаете, нет масонов, понимаете? Ну, нету. Их оттуда не берут. Все особые царского дома и большая часть царей, это, конечно, масонерия. Ну, что говорить-то? Все родственники, и все они сами. Мы будем специально обсуждать роль Александра Первого в судьбе русского православия, но давайте обсуждать. что такое библейское общество? Он же изводил его на корню, это православие. Просто, в нуль. Там была такая оторопь, такой ужас, что потом они пытались здесь что-то выруливать. Ну, как, при чем тут вообще православие? Ну, Павел, это мальта, да? Ну, просто хотя бы, ну, совсем-то официально. И так они все. А уж их братики, сестрички и так далее. Ну, люди приезжают из Европы, где каждый второй входит в это. Ну, понятно, что если дядя Фриц, так сказать, учредил ложу масонскую три глобуса, то его племянница в этой ложе, а где и быть-то? Они все там и сидят. И спор там не о том, быть ли масонами. Они все масоны. Вопрос, в какую ложу, в какую сторону. Это строгое просвещение гунта, это шведская, это там, как раз, прусская, а это национально-английская или какая еще, да? А также о том, не переметнуться ли на сторону Вольтера и просвещения. В этом смысле все масонское движение в Российской империи это антипросветительское движение. Понимаете? Это очень важно понять. Есть что-то там писали Вольтера и Дедерот, да? Лишь надо бы на народу, которому мы мать. Скорее дать свободу. Скорее свободу дать. Мессир, им отвечала она, в Укомпране и точно прикрепила украинцев к земле. Но я сейчас говорю даже не то, прикрепила ли она украинцев к земле, что же было, конечно, обманкой, да? А я говорю о другом. О том, что она находилась в непрерывной переписке с Вольтером и Дедеротом. А Ломоносов собирал данные для биографии такой апологетической Елизаветы Петровны, да? Которые, так сказать, он должен был передать Вольтеру, который должен был писать биографию. И вот эта часть аристократии, и эта, и Екатерина, предположим, они мели масонство как суеверие на фоне подлинно рационального мышления. Там ни о каком боге вообще речи не было. Там шел рационализм Вольтера и Дедерота. А реакцией на него было русское розенкрейцерство в основном. И другие русские масонские движения, которые говорили, нет, нам не нужно, вот чтобы это было, вот как у этого Декарта, и везде один рационализм, все это Кант, это все от Лукава, нам нужно, чтобы там была мистика, бог, дух и все остальное. Поэтому, когда они входили в эти розенкрейцерские движения, так это было связано с тем, что они таким способом тормозили просвещение. Они, конечно, испугались просвещения. И Екатерина, конечно, была против Радищева и всех остальных по причине того, что они крутили это розенкрейцерское движение, да? Которое ей было чуждо, как поклонница, а, как поклонница Вольтера, и, б, как племянница дяди Фрица, который был в трех глобусах, а не в розенкрейцерстве. Там был большой конфликт. Кроме того, когда она поняла, что все, кто едут с этим розенкрейцерским движением, вот эти там, Новиковы, эти, Варя Радищева Никогда не поехала, а Новиковы там и его компания вся большая, что все они едут, так сказать, с этим, совещаться в масонском движении, она вздрогнула, потому что они увидели, что они едут в Броденбургскую, в дом. А Броденбургский дом, это был дом смертельно враждебный. Екатерине, Елизавете, это не их был дом. Это Австрия, а не Пруссия. У них свой. Они разгромили к чертям собачьим этого дядю Фрица, значит, это Елизавета в итоге там, да, вошли в Берлин, сделали все это проще. Как только Елизавета умерла, что ей помогли, Петр III что сделал? Вернул все территории, извинился и сказал Фридриху, что вот, вот она, держи. Потому что был прусский дом, а был Броденбургский. В основном, конечно, охотились за Иоанновичами, то есть не за, так сказать, Анны Иоанновны и дальше, вот туда. Потому что это было, в их понимании, в чистый австрийский дом. Они друг с другом там друг друга подсаживали и все прочее. Но это были разные масонские дома. Причем тут Ленин? Как Котовского можно принять масонскую ложу? Его можно принять в преступную группировку. Но нельзя принять масонскую ложу, да, или Буденова, да, понимаете? А весь дворец, все подряд, все находилось в этом. Я тебе раз говорю, что это только февральские буржуазные группы или интеллигенции. Ну, моляю вас, ну, аристократия была в этом. Аристократия. Ну, чего это от больной головы на здоровье? Дальше возникают какие-то вещи, когда ты входишь в какое-то состояние недоумения. А что у нас за общество? А как вообще-то в этом обществе надо строить? Ну, с какого момента нужно начинать какую-то культурно-просветительскую линию? Человек смотрит и говорит, в ответственнейший момент, когда все интеллектуальные элиты мира в бинокль смотрят каждое выступление. Человек выступает и говорит, мы должны были всегда воевать на чужой земле. Александр I, он там пропустил все у Наполеона. И пока только дошли до Москвы, а потом эти, значит, все большевики и так далее. Что, уже никто не читал войну и мир? Уже никто не помнит, что был такой Аустерлиц и что там русская армия была разгромлена Наполеоном. Этот Аустерлиц был в Сибири. Он, между прочим, открывая вам тайну, был в Европе. Но там помимо этого сражения было еще примерно десять сражений, которые русские проиграли. И против проигрыша последнего сражения они подписали Тильзитский мир. Тильзит при звуке всем надменном уже не побледнеет рос. Тильзит последнего великого героя последней славой венчал, но хладный мир, но дух покоя, счастливца духа. Что уж волновало? А про что это орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра? Это же против Тильзитский мир. И потом вот это Россия, древняя столица, восполни древние права, померкни солнце Аустерлита, сияй, священная Москва, настали времена другие, исчезни краткий наш позор. Какой позор-то? Благослови Москву, Россия, война, погроб, наш договор. Это же про что? Это про то, что пошли в Европу, да, там схватили, да, он их рвал, как тузик, тряпку. Но перед этим Суворов там как-то лучше повоевал, там опять-таки, между прочим, Альпа находится на территории Европы. Апропо. Так что происходит? Ну, как бы, вот мне какое-то понятие интеллектуального достоинства, да? Теперь, дальше, значит, империя тоже виновата, но я еще раз подчеркиваю, 28 июля 2014 года объявили войну, поступили в войну. 4 августа, то есть, не закончив мобилизацию, 4 августа, да, через 6 дней, через неделю, после объявления войны, вошли на территорию Восточной Пруссии и попали там в офигительный котел, который называется котлом имени Самсонова и Рененкамфа, где русская армия уже потом до конца опомниться от этого котла не могла. Но этот же котел был в Восточной Пруссии, он же был не на нашей территории, значит, мы все время вели эти опережающие компании, мы входили на чужую территорию, получали там по шее и уходили. Ну, кроме вот этих освободительных войн там в Болгарии и везде. Имея восьмое место по производству, Российская империя никогда не могла существовать вне каких-то союзных обязательств с кем-нибудь. Ей нужно было все время куда-нибудь встроиться, набрать потенциал. Поэтому там Антанта или Тройственный Союз или куда-нибудь она должна была встроиться. Это же фундаментальное понятие. А самое фундаментальное из этих понятий это понятие модернизации. И это надо пережить как-то умом и сердцем. Понимаете? просто если у вас есть желание экспериментально это сделать, то купите куча часток земли приличного быка саху и походите за ней три недели вот так, да, сахой. И поймите, что человек, который ходит сахой и общается с лошадью или быком, он впадает с этим прелестным животным в определенный синтебиоз. Он его материт, на него садятся его мухи, он с ним выясняет отношения, понимаете, да, у него с ним возникает сложный психобиологический симбиоз, довольно быстро, как и с лошадью. А вот тебе нужно проскакать дней пять, чтобы ты уже с ней как-то слился, да, если ты что-то хочешь, а кто не хочет, тот не скачет, да. То есть, значит, смысл здесь заключается в том, что они это делали с молодых ногтей до всю жизнь, а самое большое счастье их жизни была вторая лошадь, например, да, или какой-нибудь бык еще один, на чем пахали. Теперь этих людей надо отобрать, оторвать от быков и лошадей и поставить либо на завод точить стволы артиллерийских орудий, или посадить на трактор, а с трактором нельзя войти в биологический симбиоз, потому что нельзя сказать, фиг ли ты, куда ты попер, а ну пруну, там надо рычаги дергать. Это абсолютно другой мир. Понимаете, это абсолютно другая вселенная, это пропасть между двумя культурно-цивилизационными типами существования. Во всем мире с колоссальной, колоссальной, абсолютно, жертвенной кровью эту пропасть преодолевали лет за сто, сто пятьдесят. взяться и решить ее преодолеть за десять лет могли только сумасшедшие. Это вообще было невозможно. Это за пределами любых человеческих возможностей. Но они так нагрели идеологию и так закрутили гайки, что они действительно за десять-двенадцать лет преодолели эту пропасть. И ставшие к станку бывшие, так сказать, управляющие вышедями и быками, да, они точили стволы, которые потом стреляли и рушили немецкие танки. Ну, предположим, наш Т-34 был хуже Тигра чуть-чуть или этот ЕС. Но чуть-чуть же можно было воевать. А производили мы их быстрее, потому что они были проще. А проще они были, потому что наши конструкторы искали то, что может этот Ваня сделать. Он не немецкий мастер в третьем поколении. Он только-только отошел от БК. И хотя к нему приставлен там какой-нибудь НКВДшник, чтобы сказать, смотри, ему еще сказано, что ты строишь самое счастливое общество, но у него руки-то все равно этого не делают. Самые интересные египетские захоронения и храмы и все находятся в Среднем Египте. Абидос, другие там, да? Вот. Средний Египет это место, вот когда мы ездили туда, где все время стреляли. Ну, ты заходишь, вот в Таби и в Таби, а на крыше сидят снайперы на каждом сантиметре, и они не так стоят, да, они вот так стоят. Значит, ты едешь, у тебя впереди машина с пулеметом, сзади машина с пулеметом, посередине твой маленький автобус. Но очень интересно. Технатон, вот все, что там с этим связано, потрясающе интересно. Но нужно ночевать в гостинице, да? А гостиница, там она написана, что 4 звезды, ну, понятно, это Средний Египет. Я захожу, и кровать еще не послана, ну, простыни не посланы на кровати. И этот египетский крестьянин разбитыми мотыгой пальцами пытается застелить простынь, а пальцы не шевелятся, понимаете? Они мотыгу могут а тут все разбито, повреждено, и он крутится вокруг этой простыни. Это говорит о том, что для этой сферы услуг уже нужен новый человек со свежими пальцами, да? Что-то невозможно сделать просто. Взять его, пореинвентировать с мотыги на это. Невозможно объяснить в Египте на корабле плывущем по Нилу, на судне плывущем по Нилу, класса суперлюкс из красного дерева, из залами ресторанными, отделанными золотом, нельзя объяснить тому, как им есть, почему нельзя зачерпнуть воду, если не прокипячен, из Нила, и вот сюда он не понимает этого, просто не понимает. Поэтому болезни гарантированы, ты должен стоять и смотреть, что они кипятят эту воду, потому что они годами, десятилетиями, столетиями стирают белье в каналах. Пусть кто-нибудь подойдет к этому каналу и на него посмотрит, понимаете? Пусть кто-нибудь однажды это белье постирает и ляжет на него спать, а потом десять лет лечения в клиниках тропических болезней. Это называется преодолеть пропасть между цивилизациями, между состояниями. Большевики преодолели пропасть между состояниями абсолютно безграмотного населения, крестьянского и так далее и тому подобное. И вот этим царь Николай II ввел бесплатное образование. Царь Николай II выделил кредит в особо неблагополучных областях, из которого боролась деньги с тем, чтобы бесплатное образование ввели большевики. Восьмичасовой рабочий день ввели советы трех регионов, московского, петербургского, еще какого-то, закона всего образования ввели большевики. там совершенно другие вещи были сделаны. Это преодоление какой-то сумасшедшей пропасти. Вот торфяные станции электрические делали до большевиков. Делали. А рассказать, что писали по этому поводу священники, ждали императору и так далее. Ну, типа, ну как потом Распутин насчет поворота рек, да? Готовится чудовищное преступление, копают торф, что-нибудь еще, просим там князя такого-то, чтобы это все остановилось. Это был тормоз. Для того, чтобы это возникло, понадобилась абсолютно другая власть, с абсолютно другой ценностной установкой. И тогда все разработки товарища Горожановского и компании оказались востребованы. В 18-м году Волков строй, в условиях, когда они гнали полки на этот Волков строй, а у них не было достаточного количества войск, чтобы эсеров подавлять в Москве. Они из Москвы уводили части. Это как надо закрутить мозг на это, чтобы это делать? Их чуть не убили, а они, так сказать, части, которые могли участвовать в подавлении, кинули прямо в период мятежа туда, чтобы это все строить. Соответственно, возникает постоянный, очень серьезный вопрос о том, а что это все означает? Все русофобческие цитаты Ленина абсолютно извращены. Извращало ли их ЦРУ или кто-нибудь еще? Но это просто нужно сказать очередные задачи советской власти. Ленин хаял русский народ. Русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Нас как уценивают? Оскорбление. Зачитываю полностью. Русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями. И это не могло быть иначе при режиме царизма и живости остатков крепостного права. Учиться работать эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всем объеме. А что тут неправда? И что тут оскорбительного? Да так и поставили профтехучилища, то это, это и так далее и тому подобное. Колоссальная инфраструктура. Вот когда я уже говорил в этом зале, что Сталин сказал Мао Цзэдуну главное, чтобы народ работал. И мне казалось, когда я ребенком слышал эти легенды, что это слишком простовато все. Я теперь понимаю, что для того, чтобы народ работал, уже построить сложнейшую инфраструктуру и наполнить ее энергией. В противном случае известное объявление, требуются сварщики шестого разряда, лиц в возрасте больше 85, просим не обращать. Потому что нет никого. Но даже если есть отдельный сварщик, это не значит, что есть рабочий класс. с невероятным трудом его создали. Ленин говорил, а на Россию мне плевать русские говнюки. Но это Ленин другие слова использует, резкие, но не эти. Стоит Сергей Журавлев, заместитель директора института российской истории. И говорит Жириновский, ну правда же Ленин говорил, что русские говнюки? Журавлев ему говорит, мы в институте российской истории проверили цитаты, потому что были присланы из Государственной Думы, читая от Жириновского. Комиссия соответствующая была, мы проверили по архивным данным, примерно 50% из того, что зачитали, фальшивки Жириновские, 50%, а остальное были, Журавлев, а остальное выдрано из контекста Жириновские. А 50%, правда, русские говнюки, террористы, убивать русских, Журавлев, а это как раз часть фальшивки. Ленин. При таких условиях очень естественно, что свобода выхода из Союза, который мы оправдываем себя, окажется пустой бумажкой, не способной защитить российских инородцев от нашествий, и дальше все это выдрано-то, того истинно русского человека, великороса, шовиниста, в сущности подлеца и насильника, точка, да? Фраза-то на чем кончается? Каким является типичный русский бюрократ? То есть он в кавычки ставит истина русского человека, дальше великороса, шовинист, каким является русский бюрократ? Нет сомнения, что ничтожный процент советских советизированных рабочих будет тонуть в море бюрократической шовинистической швали. Ленину письмо в декабре 19-го года в плену миллион казаков. Ленин накладывает резолюцию расстрелять всех до одного. По одному письму, по одной резолюции миллион казаков, дети, жены, бескормильцы. И этот человек лежит в мавзолеек, его почитать и так далее. Цитирую полный текст. В Ростове захвачены в плен 300 тысяч казаков войска Донского. 19 декабря 1919 года в районе Черкасска удерживаются в плену более 200 тысяч казаков войска Донского и Кубанского. В городе Шахте Каменске удерживается более 500 тысяч казаков. За последнее время сдались в плен около миллиона казаков. Пленные размещены следующим образом в Геленджике 150, Краснодаре около 500, Белореченск около 150 тысяч, Майкопеля 200 тысяч, Темрюк около 50. Прошу санкции председатель ВЧК Дзержинский резолюция Ленина на письме расстрелять всех до 1 30 декабря 1919 года. В 1919 году город Шахты вплоть до 1921 носил название Александров-Грушевский. А город Краснодар до 7 декабря 1920 носил название город Екатеринодар. Дзержинский не мог написать такие названия городов в 1919 году, потому что их не было. Теперь, когда занимались какие города рабочей крестьянской Красной Армии? Ростов 10 января 1920, Новочеркасск 8 января 1920, Майкоп 22 марта 1920, Краснодар до декабря 20 Екатеринодар 17 марта 1920. Значит, это знаменитая фальшивка Фельдшинского. Она известна. Ее давно обсуждают, я прошу прощения, как какие-нибудь фейковые еще записи. когда Алену Далесу предложили купить эту фальшивку, была создана комиссия ЦРУ, можно ли использовать пропаганду. И было признано, что нельзя использовать слишком грубо. Будет вот это сказано. Фальшивка нехорошая. Хорошие использовали. Теперь эти фальшивки надо слышать. и миллионы людей получают этот удар по голове, что он сказал миллионы расстрелять казаков, которые в этот момент еще не были в плену. 19-й год. Они еще с шашкой на голову скачут, а их уже хотят расстрелять. Он расстреливал всех тунеядцев. Было сказано. Разнообразие форм. Вот урчательство жизненности. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отвыливающих от работы. Также хулиганские, как отвынивают от работы наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях. В другом поставят чистить сортиры. В третьем снабдят по отбыванию карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виновных тунеядцев. В пятом придумают композицию разных средств. Например, условного освобождения добьются быстрого исправления элементов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее, быстрее будет успех социализма. Он приказывал поголовно расстреливать тунеядцев. Швейцарию посылал телеграмму русским дуракам раздайте работы, пусть высылают вырезки. Каким русским дуракам? Что это письмо? Это письмо Березину русскому послу Швейцарии. Он дает русским, ну, там работающим распоряжение, как они должны работать. С них спрашивать, с этих бездельников, два-три листка и брошюрки в неделю. Вы давайте темы и материалы им для компиляции. Русским дуракам ну, раздайте работу, посылайте сюда нам вырезки из газет и не случайные номера. Назначьте письменно ответственных за это, и мы их приструним, а то у вас там вообще нет ответственных, полный бардак, работа развалена. статьи такие-то, которые писали, что советы не для Европы, пославам черных, не присваны нам сюда, мы голодаем без иностранной прессы, кого за это пороть, мы должны назначить ответственных. Значит, еще идет о тифломатах, а не о русском народе. Русских имеется в виду, что это те местные кадры, которые там сидят, да, и которые балду гоняют, он говорит, кончайте балду гонять, дурака об этом, скажите, что они должны нам вырезки присылать, а то мы ничего не понимаем. Россия тюрьма народов, Ленин. Ленин нигде не называл Россию тюрьмой народов. Тюрьмой народов Россию назвал Маркиз Декюстин. Россия в 1839 году в Париже в 1843 Астольф Декустин. Писатель, путешественник писал, сколь необъятна эта империя, но она и что, и как тюрьма, ключ от которой хоронится у императора. А Николай I, имея в виду, статус европейского жандарма, назвал тюремщиком. Ну, там дальше Герцен это все обсуждал и так далее. Теперь Ленин пишет, запрещение честования Шевченко было такой превосходной мерой царского режима с точки зрения агитации против правительства, что лучшей агитацией представить себе нельзя. После этой меры миллионы обывателей стали превращаться в сознательных граждан и убеждаться в правильности того изречения, что Россия есть тюрьма народа. То есть он говорит, вы работаете там с вашим царем и Шевченко на то, чтобы люди поверили, что мы тюрьма народа. Он не говорит, что она тюрьма народа. Ничего бы у него не залежалось и сказать, но это не он говорит. Дальше начинается количество жертв. Имеется в виду войне. Опять 24 миллиона положили, не 24, 27, 30, 35, все что угодно. Объясняю просто, что 100 миллионов положили, в Великой Отечественной еще 30 положили, 24 за гражданскую войну. Это бред. Основная цифра, которую называл Сталин, который всегда давал точные данные, это 7 миллионов. Потом Хрущев пикнул, потом Брежнев квакнул по эти 20. Потом все это начало раскручиваться назад. что касается количества репрессированных, то раз и навсегда нужно все-таки все эти данные, что с 21 по 53 год не более 2,6 миллионов при самом расширенном формировании репрессий, репрессированных, 800 тысяч к высшей мере, 600 тысяч умерших в местах лишения свободы. Они же ведь и естественно умирали, да? и около 1,2 миллиона в скончавшихся в мечтах высылках, включая кулатскую ссылку и транспортировки депортирования народа. Опять, мы не вкладываем сюда естественную убыль. Самая максимальная оценка, да? 2,6 миллионов жертв политических репрессий. Это что за история такая наука, в которой можно сказать 2,6, можно сказать 40, а можно сказать 100. Давайте я вас прошу, сколько гравитационная постоянная. Один скажет 1,2,2,3,3. Это будет физика. И я говорю, что надо создавать стены правды, не плача и не скорби, а правды, где все эти цифры будут написаны. А что мало? Это огромная цифра. 800 тысяч репрессированных. Это такая цифра, что Хрущев боялся ее произнести. Но эта цифра говорит о том, что это меньше, чем в Чили на души населения, чем в Испании во время гражданской войны, чем в других местах. А если вы говорите 100, то русский народ это сумасшедший народ, истребивший сам себя. И уже неважно, делали это коммунисты или кто еще, а он позволил. Это страна монстр, которая сделала то, что не сделал мир. Не говоря о том, что если 100 миллионов уничтожены, там ничего уже дальше ловить нечего. Какая война, какая армия, какая победа. Во время гражданской войны население действительно сократилось на 12 миллионов 741 тысячу 300 человек. Сюда входит белая эмиграция, пара тройка миллионов, ТИФ и все остальное. Это огромный сил и социальный взрыв. Но за гражданскую войну к расстрелу было приговорено 25 709 человек, а не 12 миллионов. Они по данным существуют, они пересчитаны. И если даже учитывать, что там где-то они валяются неучтенные, потому что там же это все-таки не НКВД, которая все писала, а там какие-то еще. Ну никто не говорит больше 50 или статы. Ну никто не скажет 12 миллионов. Сумасшедшие могут говорить. Верить ли сталинским цифрам или другим, но никаких цифр, кроме того, что 11 миллионов военные потери 4,5 гражданские, что мало балаган зачем устраивать? И там же видно, как его устраивают. Горбачев уже говорит о 27, Брежнев о 20, Хрущев где-то пикнул в Швеции два десятка миллионов, а до 65-го года цифра 7 официальная. И что они там хотели с этими цифрами? Это вопрос абсолютно отдельный. Но это же надо разбирать. Теперь Ленин террорист. Ну террорист. Он всюду усочнял террор. Ну уже ушло поколение, которые знают, что Ленин сказал, мы пойдем другим путем, не таким путем надо идти. И что он пришел к Плеханову именно с тем, что это был антитеррор. Они не поддерживали народную волю ее терроризм. Он у него брат был террорист, который так сказать был повешенный. Он сказал, мы пойдем другим путем. Суть дела в том, что террор выдвигается как самостоятельно, независимо от всякой армии, средство единичного нападения. Да, при отсутствии центральной слабости местных рационных организаций террора не может быть ничем другим. Поэтому мы решительно объявляем такое средство борьбы при данных обстоятельствах несвоевременным, нецелесообразным, отвлекающим активных борцов, наиболее важных в интересах движения задач, дезорганизующих не правительственные, а революционные силы. Что делать? У экономистов и современных террористов есть один общий корень. Это именно то преклонение перед стихийностью, о котором мы говорили, как о явлении общим. Террористы преклоняются перед стихийностью самого горячего возмущения интеллигентов, не умеющих или не имеющих возможности связывать революционную работу в одно целое с рабочим движением. Кто изверился или никогда не верил в эту возможность, тому действительно трудно найти иной выход своему смущенному чувству, кроме террора. Мы решительно выступаем против. Насколько он любит насилие. Горький мог при Сталине что-нибудь не то, но о Ленине он все писал, он его знал, чувствовал внутренне. Иду, говорит, к нему, говорю, одному генералу химику угрожает смерть, а он ни в чем не виноват. Ленин пишет Дзержинскому разобраться. Через несколько дней Ленин звонит Горькому в Петроград из Москвы и говорит, а генерала вашего выпустим, кажется, уже выпустили. Он что хочет делать, чем заниматься? Горький говорит, гомоэмульсию делать. А, да-да, карболку какую-то. Ну, пусть варит карболку. Вы скажите ему, что ему надо для карболки? Через несколько дней спрашивает, а что генерал-то устроился, у него все есть для карболки? Горький пишет, я знаю, что клевета и ложь, узаконенный метод политики мещан, обычный прием борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдется хоть один, который не пытались измазать грязью. Это всем известно. Дальше он приводит слова Ленина. Мы в идеале вообще против всякого насилия над людьми. Всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства самым могучим средством учета и контроля. Это средство учета и контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и гильотины. Гильотина только запугивала, только сломала активного сопротивления. Нам это мало. Недостаточно убрать вон капиталистов. Надо поставить нормальных капиталистов на новую государственную службу. Это относится к капитализму и известному верхнему слою буржуазной интеллигенции служащих. Глупо воображать, что одним насилием можно решить вопрос организации новой науки и техники в деле строительства коммунистического общества. Использовать весь аппарат буржуазного капиталистического общества. Такая задача требует не только победностного насилия, она требует организации, дисциплины, товарищей дисциплины среди масс, организации пролетарского воздействия на всех и остальное население, создание новой массовой обстановки, при которой буржуазный специалист видит, что ему нет выхода, что к старому обществу вернуться нельзя, а что он свое дело может делать только вместе с коммунистами, которые стоят рядом, руководят массами, пользуются абсолютным доверием масс и идут к тому, чтобы плоды буржуазной науки, техники, плоды тысячелетнего военно-спецы, Деникин говорит, что Красная Армия строилась исключительно опытом старых генералов, ну просто какие-то, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, да, это наша разведка и все остальное, Александр Александрович Табе, это один из первых военачальников, который арестован белогвардейцами в Сибири и который предлагает ему отказаться большевиков, он говорит, не буду и гибнет. Александр Васильевич Немец в августе 17-го назначен команд Черноморским флотом, в 19-м году вступил в ККА, в августе начальник штаба Южной группы войск, участвовал в разгроме войск Геврангеля в Крыму и создание рабочекрестьянского флота на Азовском море. Евгений Андреевич Василий Михайлович Альфаттер, ну и Игнатьев, Александр Висеевич, так сказать, 50 лет в строю, да? Дальше начинается весь ЦК большевиков против Октябрьской революции хотели трое Ленин, Троцкий и Свердов. Все протоколы ЦК голосующего за революцию, собрание пресидиумов ЦК отдельно на квартирах идет день за день. Там всегда большинство собирается расширенное заседание в здании Лесновского Дельской районной управы председателя управы Калинина. Ленин отметил, что политическое положение в России и Европе диктует необходимость вооруженного восстания. Большинством голосов за 19 против 2 воздержались 4, поддержана революция ЦК 10 октября. А военно-революционный комитет уже после выступления Зиновьева и Каменева они же входят. Они члены военно-революционного комитета, которые осуществляют это восстание. Деньги на революцию давал брат Свердлова. Брат Свердлова разорился. Вообще-то он имел кличку Суслик и был в революционном подполье. Его арестовали. Он находился на кассе. Бежал в Америку. Сколько-то времени крутился и разорился. Потом приехал к Свердлову, руководил тут и на транспорте чем-то, и Бог знает чем еще. То есть я не буду отвлекать ваше внимание. Но это он, Ленин, создал концлагеря. Это все вы знаете. Первые концлагеря были созданы на Кубе примерно за 23-30 лет до того. Потом это были лагеря в Набибии, потом были лагеря Талергорфы, Терезин, так сказать, на которых держали русские. я все время хочу вот как-то понять для себя по-человечески, а что делать с общественным сознанием, которое в этом торчит. но мне кажется, что есть еще несколько вещей, которые еще опаснее с этой точки зрения. Поэтому я это все воспринимаю как господи, как ну национальную повестку дня, а не как вот эту болтовню с тыкающимися точками. Самое принципиальное в этом заключается в том, что совершенно нельзя понять, что в итоге хочет строить Жириновский и все остальные. Они хотят строить национальное государство или империю? Потому что через слово он говорит про империю. Но тогда надо понять, что империи, кроме британское, колониальное, это наднациональные идиократические государства. И больше ничего. Сидит наднациональная идеология, на которой висят эти нации. и вот это есть империя. Австро-Венгерска, Османск. В чем разница между Османской империей и государством Тимали-Актатюрка, национальным государством, национальной Турции, построенной с помощью резни. В том, что для Османской империи арабы это вот еще эта штука. Вот есть все тюрки, они, конечно, главные, но рядом висят арабы, рядом висят все остальные. И высшая формула империи, союз, нерешимый республик свободных, сплотила на веки Великая Русь. Потому что эта формула, согласно которой сутника Солнца в этой планетарной системе в виде русского народа, а дальше на разных орбитах вращаются другие народы. Здесь этот, здесь этот, здесь этот, здесь этот. Да, это народ-держатель, сплотила на веки Великая Русь. А кто, что считает? А кто держать-то будет Евразию? Лезгины, армяне, кто? Там либо русские, либо тюрки. Выбор очень маленький. Вот тюрки, это и есть Евразия, да? Когда они держатели. А это держат русские. Но они держат вот этот планетарный мир, в котором все это есть. И это называется империя. Австро-Венгрия, католическая империя. Когда возникла империя-то в России, после побед в Северной войне, к концу своей жизни, Петр стал императором. Он же не был, не было же императора, да? Но был царь, было московское царство. А поскольку царь это кесарь, цезарь, что такое царь? Это цезарь. То началось все, конечно, с Ивана IV и с московского царства. Но смысл московского царства заключался в том, что московское царство копировало Византию. А с момента, когда Петр заявил, что он есть император, стал вопрос не о Византии, а о Риме. То есть об основном Западе. Но как бы там ни было, и что он там не совершенствовал, да? Это был переход вот к такому вот делу. Кто опорная база? О какой опорной базе идет речь? Если никто не избирается, то в чем легитимность? В том, что помажет патриарх, а для мусульман все будут мазать подряд, а для светского населения? Значит, сила. То есть это солдатские императоры. Что неизвестно, что делали солдатские императоры, да? Они заходили, садились, потом входили эти же претерианцы, меч в брюхо следующий, меч в брюхо следующий, на этом все и слетело. Поэтому главный вопрос заключается в том, есть ли идеология, вот есть ли вот это гравитационное поле, позволяющее всему существовать как единой структуре, в противном случае это все надо убирать. А как это убирать? Это же не губерниями убирается, это убирается так, как говорит Белковский. Вопрос же не в том, чтобы Кавказ сделать губернаторством. Вопрос заключается в том же отрезать, как некомплементарный. И еще отрезать, и еще это называется уменьшительный национализм. Теперь вместо уменьшительного говорится расширительный. А как это будет делаться? там много говорится отчасти правильного, отчасти неправильного про Рамзана Кадырова. Ну, и про каждого там. Но там что произошло? Оказались поставлены вот эти люди. Там же Ахмат Кадыров был поставлен, как вы понимаете. Тем самым все суфии и в основном Кадирея там в Чечне, да, оказались уже взяты во власть. Они борются с исламизмом. А народные массы, которые существуют, имеют в конечном итоге претензии к ним. А здесь сидят русские. Теперь вместо этого сюда сажается русский генерал. Суфии немедленно уходят к исламистам. И начинается кровь большая. А она чем закончится? Полным уничтожением населения? Мы живем в 21 веке, мы все подряд будем население уничтожать? Кто-то возомнил себя Кемалем или не знаю еще кем Чингисханем? Это 21 век. А кто уничтожитель? Где этот герой? Где хоть один этот русский? Меньше всего на тех, кто готов это делать. Похоже Жириновский. Кто хоть один этот русский, который готов вырезать все население с определенной территории? Я не говорю о том, что раньше, чем это начнется, замкнется полный круг этих самых враждебных. государств мира? Тут все консолидируются. От Китая до Соединенных Штатов. Это будет такое кольцо. Но где внутри герой? Сколько я видел этих фашистских партий? это писи сирот Кихаси? Какие фашисты? Баркашов? Кто? Это ничто. Никто там этого делать не будет. И неизвестно, кто кого вырежет. 10 миллионов сплоченного исламского населения или 50 миллионов разгрозненного населения русского, которое еще надо под это собрать. Это невозможно убрать. Оно уже состоялось. все, что можно сделать, это все время усиливать базу, переводить это все на других. Так строятся окраины. Генерал губернатор должен быть сверху, к нему никакие претензии не должно быть. Не он должен отвечать за ситуацию, а ситуацию должен начать местный кадр. Местный кадр, естественно, принадлежит к этим группировкам. Сразу возникает война между группировками. Все. Как только Суфи встали в нашу сторону, мы Кадирея, Нагжбандия, неважно кто, мы там стоим. Как только мы их увели в союзники к исламистам, а Суфи в случае приходя русского генерала сразу уйдут к исламистам. Суфи в любой войне такой вот национально освободительный участвуют на стороне народа. Все, это железно. Все, вы получаете удесетерение этой базы и резню. Все. В одной точке удержите, а в 20, а в тот момент, когда вы эти 20 точек будете, так сказать, усмирять, что будет происходить на Украине или в коем-нибудь другом месте? А что будет происходить с экономикой? А главное, зачем? Выгода-то в чем? Ровно такие же ситуации сейчас обсуждаются по поводу Донбасса. Все, что говорим, да делайте, что хотите. Чем больше, тем лучше. Только руками этих Донбассов, под их фасадом, это они. Свободомысливший народ, свободолюбивый, который не смирился с тем, что Конституция была растоптана и так далее, получил право на восстание. Это он делает все. Вот что вы хотите. Он должен победить. Он в итоге должен победить. И не так, что он начал яростное наступление на Киев, а так, что бьются о него, бьются, наконец, рухнули. И тут он зашел и сказал, ну что, мужики, пусть он разбирается с бандеровцами и с кем хочет еще. А дальше вы должны решать, нужен вам Львов снова или не нужен. Где реально проходит граница, какую империю строим. Потому что правда заключается в том, что большевики строили империю, не они одни, да, по принципу. Если вы ко мне не комплинили, это известный принцип. Сидит какой-то дядька и орет, вот Путин нехороший, такой нехороший, такой, за ним кто-то. Ну что, шлепнуть вроде рано. Говорит, дядька, что-то тебе надо, чтобы ты не орал. Говорит, мне надо столько, ну возьми. А кто говорит, Путин хороший, говорит, ну и так, да, все нормально. Понимаете, да? Это известный принцип, да, что все дивиденды получают некомплементарные группы. Понимаете, да? Не те, кто хорошо относятся, а другие. А комплементарные так пусть сидят. Если самый комплементарный русский народ, так вот пусть он сидит без теплых туалетов там еще 20 лет или 100. А у нас там есть эстонцы, они сейчас могут возбухнуть. Это нежелательно. Давайте построим коттеджи каждому. Почему нет? Вот этот порочный принцип построения империи должен быть снят, потому что задача заключается в том, что вот кто комплементарный, тот и входит в эти оболочки. Не надо ничего остального. Не можем мы это сейчас все себе позволить. И это нам не нужно. Просто естественно так получилось не потому, что хотели, а так отработала армия, что, так сказать, в Тбилиси лежал ног, да? И что там было надо делать? Игоря Георгадзе туда сажать, чтобы через пять месяцев что было? Абхазия была нужна, Осетия и все остальное. А это уже следующие шаги. Вся задача, которая сейчас стоит на Украине простая. Этот Донбасс должен стать максимально суверенным и эффективным. Надо заставить их выполнить Минские соглашения. В каком смысле? В единственном. Чтобы они в итоге подписали конфедерацию. Когда они подписывают конфедерацию, Донбасс получает больше, чем Крым. А когда он получает больше, чем Крым, то любые референдумы и любые вещи они легитимны. Если они этого не делают, то это они преступники невыполняющие, но им же надо что-то сделать. Они же не могут просто держать. Они рано или поздно попрут. Все, что они сейчас производят, это разведка боя. Это не война. Не надо мне, человеку с очень средним уровнем военной компетенции, тем не менее, рассказывать, что когда-то на этом участке взвода три взвода при четырех БТРах. Ну, понятно, да? Идет большая артиллерийская игра. Но этого нет пока. Но если они попрут этими 800-ми танками, то свободно любивое общество должно устроить еще один котел тысяч на 30-40. И чтобы в этот момент они подписали все. А когда они это подписывают, они подписывают ситуацию. И мы братски дарим эту ситуацию, нелюбящему нас Львову. Мы говорим, на, возьми. Это твоя свобода. За нашу и вашу свободу. Держи свободу. Возьми ее. Ты гордая Галиция, часть Австро-Венгрии. Можешь, куда хочешь входить. Суверенное государство. Одесса Одесса не захочет то же самое. Она захочет. Дальше возникает нереальный стратегический выигрыш. Хотим мы эти, понимаете, да? Но нету, понимаете, нету в политике простых ходов. Вот самое страшное и самое главное заключается в том, что ни один самолет и ни один не взлетел и ни один танк не двинулся. У нас было танков больше, чем у всего мирового сообщества вместе взятого. Нужно их было столько или нет, обсуждать не буду. Но дело в том, что ни один не двинулся. Потому что взяли, ну, скажем, идеологическую иголку, взяли так, укололи так и все. И начали разъедать. Пиджачок снимаем, брючки снимаем, здесь отрезаем, там добавляем. Понимаете, вот что произошло с Советским Союзом. И это, казалось бы, на всю жизнь урок сложности. Сложное побеждает простое. Раз и все. И квас. И возможности подавлять было гораздо больше. Почему национально-освободительное движение никто не подавляет? Потому что национально-освободительное движение это самый неприятный объект подавления. Понимаете, как только вы задействовали вот этот национальный дух, он очень сильно возбуждает. И потом много надо совсем, нужно довести это до грани геноцида, чтобы это остановить. все. Это очень трудно. Зачем? Зачем? В чем смысл? Пусть эти разбираются. Нужно дать им меньше преференций. Это вопрос тактики. Надо дать меньше. Зачем схему ломать? Мне кажется, и я это все изложил сейчас, не потому, что я там занимался чем-то дискуссиями с Жириновским. А потому, что все это, это не Жириновский. Это вот развапистое. Александр Андреевич Проханов сделал исторически великое дело. Он выставил в 90-е годы, и в сущность эта газета повернула общественное мнение. А кто его поворачивал? Он сделал первые шаги. Но я никогда не забуду встречи с читателями газеты завтра. Понимаете? Это тяжелое впечатление. Это не военизированно четкая хватка молодежи. Не мне говорить, что это плохо. Эти тусовки спасли последнюю честь России, в конечном итоге повернули идеологию. Но я же не могу не видеть, что это такое. Это вот такая большая разлапистая амеба. Ну, где-то внутри нее были какие-нибудь генералы, и бог знает кто. Но в целом это вот такая разлапистая большая амеба, против которой сейчас стоит сжатая либеральная группа, чувствующая. И вот это все в очередной раз начинает повторять так сказать, что два топа, три прихлопа, и мы победили. Мы с этим залетим по полной. Нам не нужен в Киеве или где-нибудь еще танк под флагом Российской Федерации. Нам нужен в Киеве и где-нибудь танк под флагом ДНР. мы получили этот флаг. Мы мучительно на него работали. И его капитализация 100 миллиардов долларов. Теперь его надо снять и поставить наконец-то и сказать О! О! Замечательно. Я говорю в интернете, потому что я чувствую вторую гадость. и мне кажется, что вторая гадость начнется в марте. В этом году. И она будет носить опять такой угарно патриотический неправильный, без вот этого холода расчета. Мы проиграли холодную войну. Мы еле-еле с огромным ущербом выползли из нее и стали залечивать эту матушку, которая так сказать изваляли там в грехе как могли, оторвали от нее часть и все что угодно. Но дайте ей хоть как-то опомниться. Огрызайтесь. Нет, вопрос. Ставьте перед собой четкие задачи. Даже если хотите национальное государство, рядом должны быть пояса сателлитные такие, лимитрофов. Нужно что-то выдвинуть. Что, сдерживание не будем вести? Я не знаю, много ли здесь физиков, но я хотел бы спросить, что бы оказалось Солнцем, если бы все планеты Солнечной системы улетели бы к чертовой матери? Как Солнце осталось бы в том виде, в каком есть? Мне кажется, что нет, как кандидат в физмат-науку. Так это же и будет с русским народом. Как только теряются все эти оболочки, начинается диссоциация ядра. В Краснодаре хотят получить два с лишним миллиона казаков. Их нет. Но их хотят получить. Когда очень хочется, но нельзя, то можно. Но ради бога, но пусть будут казаки. Я не против. Военная какая-то, хоть дисциплина, хоть какая-то часть мужского воспитания. Но они же хотят казаков, которые за республику Казакия. Они же не казаков, которые за Российскую империю хотят, а за республику Казакия. Мы же не видим, мы слепые. Этого одного достаточно, чтобы замутить юг. Там очень много диалогов с украинцами. Вся эта кубанщина и все прочее, это все сильно начинено. Сибирь, говорил много раз, в каком девяностом году выходит депутат Съезда народных депутатов СССР и читает стихотворение это, не упрекай сибиряка, что держит он в кармане нож, ведь он на русского похож, как барс, похож на барсука. Я говорю, его сейчас арестуют. Это до съезда, это не где-то там в подвале. У него иммунитет, снимите. смеси иммунитет, поморы, по Волжье, Кавказ, что мало точек. это в Владивостоке сепаратисты, тигр там был такой, говорит, включите нас в это, декларацию о порабощенных народах. Говорит, а вы какой народ? Мы включим, какой народ? Да? Он говорит, мы специальный дальневосточный народ. Все смешно, если бы не было грустно, все это очень смешно, если бы не было грустно. Значит, ровно в этой ситуации, вместо уже наметившейся победы, да, нужно еще прижать экономическую, как сказать, виновную любую, коль хрустит ваш скелет, в тяжелых, нежных наших лапах, имеется в виду экономических лапах, да, если Украине долго не платить за газ, вот ее не кормить, там будет плохо. Жалко братьев, но что поделаешь, это их судьба, их выбор, там будет плохо, так вот, это плохо и есть главный фактор, да, если они сунутся всерьез 800-500 танками и всем остальным, тогда все это зависит от наших настроений, нужно сделать так, чтобы следующий котел был больше, чем дебальцевские другие, он должен быть больше. Теперь, вот, три кривые, которые нарисовал Юрий Вольфович, да, это есть три пузыря, ты и я, это Блумберг, Блумберг, да, которыми нас ознакомил Юрий Вольфович, это есть три пузыря, это вот первый в районе 2000-го, потом второй знаменитый, это 2008-го, Юрий Вольфович там говорит, вот он, 2018-й, 2017-й, да, где сделать? Ну, вы примерно, это первый фактор, вы помните, что было, когда лопнул второй пузырь? Ну, может, вы, так сказать, на зарплатах, или вы были маленькие, кто-то из вас, не очень, наверное, да, но все-таки, да, 25 лет, было 15, да, понятно, как только там лопнет этот пузырь, плохо станет везде, во-первых, там, и это будет иметь последствия здесь, во-вторых, здесь, и это будет иметь последствия там. Это не шутка, это очень серьезная вещь. Вон они стоят, и он нам всем говорит, что это Блумберг. Но так вот тут же что-то нарисовано, тут же что-то нарисовано, они же его не сдуют, ничем, значит, это есть первый фактор, из тех, о которых говорит Юлия Вольфович. Теперь второй фактор, он заключается в том, какой национальный долг, то есть, что сделал этот замечательный афроамериканец, или как он, афрогавайец, да, значит, у них этот долг по этим обязательным всему 80 до триллионов долларов, а был вдвое меньше, то есть, очаровательный, афроамериканец, до 20 год долг догнал. вот госбол, 10 долг 20, хорошо, он взял, с 10 его поднял до 20, триллионов, зайчики, триллионов, вон за время своего президентства, изменник родины американской, взял и увеличил вдвое долг, если 10 триллионов еще можно было обслуживать, то 20, как обслужить, не как отдать, а как обслужить, значит, он просто, для того, чтобы заявить, что он спас мир от этой самой взрыва пузыря, он раздал 10 триллионов долларов, своя же машинка, сколько хочу, столько печатаю, он их напечатал и раздал, но ему с этим-то что-то надо делать, с этой 10-20, он же должен что-то делать, теперь это, Трамп-то, это же очевидно, он же не может еще так напечатать, сливки съел афроамериканец, а белому аглосаксонскому консерватору он не может ничего сделать, он снова печатать не может, мы видим, а ты сдувай, что делают консерваторы, они подбирают дерьмо за демократами, понимаете, тебя нагадят, а эти моют, как эти, уборщицы, это раз, третий фактор, который уже, не уезжая, я говорю, все понимают, как минимум одно, как минимум, что приход Трампа резко обострил конфликт внутри Соединенных Штатов, это все видят, правильно, что конфликт вот этот вот между этой консервативной и либеральной условно частями, он стал острее, какой-то консерватор приходит, срывает хиджаб, бьет ногами женщину, это невозможные вещи при Обаме, да, наш президент, то есть есть такой взрыв, но консерваторы в протяжении долгих лет это была такая совсем грязь у ног демократов, грязь, не надо считать Буша, Буш не консерватор, это эстабличмент, грязь у ног демократов, теперь эта грязь у ног получила свой шанс, она получила своего президента, значит четвертый фактор заключается в том, что эта грязь у ног получила своего президента, начинает вырастать, а когда она вырастет, при Трампе и при всем, то ее уже не свернешь, она не демократии в США хочет, она когда хорошо вырастет, она хочет авторитарного режима, и либералы это понимают, что по внутренним своим запросам съесть, то он съесть, значит, Трамп хочет съесть авторитаризм, можно сказать, что кто ему дать, это другой вопрос, но это мы посмотрим, значит, эти понимают только одно, что консервативная консолидация растет, как на дрожжах, появилась точка активизации под названием президент, наш президент, это наш час, и больше такого часа не будет, никогда, сегодня или никогда, значит, в результате всего этого дела либералы должны не просто атаковать, они должны структурироваться, атаковать быстрее, значит, вот этот конфликт, он уже запущен, он запущен на фоне 10-20 и на фоне пузыря, Жириновский говорит о том, что надо дружить с исламом, во-первых, с исламом всегда надо дружить, как с буддизмом, как со всем, мы дружим со всеми мировыми религиями, во-вторых, возникает вопрос, как дружить с калифатистом, как дружить с нормальным представителем исламской конфессии, понятно как, да, еще братства авраамических религий и все, что угодно, масса способов, а как дружить с калифатистом, который говорит, что калифат должен существовать всюду, где есть люди исповедующие веру и всюду, где эта вера была, значит, совершенно ясно, что в этой ситуации все поволжено, принадлежит калифату, как раз момент, когда одни силы скажут, что оно принадлежит русскому губернатору, другие скажут, что оно принадлежит калифату, вот как нам рассказывают с этим-то дружить, да я в 10 раз может за, если бы этот калифат находился в Ираке, кушайте себя на здоровье, но они, это же не ограничивается, сказка про то, что талибы никуда не хотели, и хотели только Пуштанистан, ну кому это говорят, ну я этим занимался, ну что, у нас про это книги написано, талибы хотят империю великих моголов, и считают своим кумиром Тимура, по всей Средней Азии воздвигаются памятники Тимуру, объект наступления вовсе не Пуштанистан, а Средняя Азия, а куда это пойдет дальше, никто не знает, лучшие воины, думаю, что на земле, это Пуштуны, вот такими малыми группами, русский народ надо раскачать, обозлить там, структурировать, посадить сверху Сталина, и тогда он там будет все сметать, а Пуштун это делает органически, потому что он вообще ничего другого делать не умеет, он умеет только это, у него моноспециализация, это монокультура, смерти он не боится, он построен, он соответствующим способом, кто придет, тех мочим, и уже всех мочили, там, кого, и наших, и англичан, и кого только не мочили, значит, все это, понимаете, во что, первая часть, вот с этими, вот на эту картинку, как она будет накладываться, и, наконец, последнее, что они будут делать с Донбассом, вот что они могут делать, там стоит 40 тысяч с тяжелой техникой, это немного, и не буду говорить слишком организованно, но это местные люди, местные, это два корпуса, Донецкий и Луганский, они есть, они тяжело дались, но они есть, как ты их тренировал, они уже там, не знаю, что вовремя ложатся спать, вовремя встают, они в форме там ходят, да, и какие-то уже учебные тренировки, ну, что-то есть, да, этого достаточно, чтобы для того, чтобы это смести, нужно было положить тысяч 20-30 в оборонительной войне, но как только это начнется, будет котел, поэтому бессмысленно переть, можно обстрелять кварталы в такой бессильной злобе, но перпоронуться туда бессмысленно, покрупные, да, что они должны делать, они должны организовать мятеж, там внутри, я просто хочу сказать, что, как мне кажется, ситуация достаточно острая, и вот в этой острой ситуации вот эта какая-то фантасмагоричная мозаичность вот этого патриотического движения и вот этой огромной амебы, такой вот, да, которая должна там чему-то более-менее внятному противостоять, да, «эх, тудыть, растудыть, очень просто, нехресту засветить прямо в нос, понятно, а мы академиев не кончали, вот эта вся штука, да, она, ну, чревата внутренне, что в число этих простых решений по принципу домино может затесаться решение, которое кончится, ну, большой бедой для России, и чем-нибудь еще для мира. Ключевым при этом будут концентрации капиталов, которые происходят в мире, формирование глобального государства, пузырь, долг и обострение противоречий в Соединенных Штатах, а все остальное, включая мозаичные мышления наших политиков, сформирует второй слой. На этом я все завершаю и передаю слово Юрию Ольгиевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, сегодня я хочу обсудить достаточно коротко по главным ключевым пунктам основные тенденции, проблемы российской экономики. И те проблемы, которые накопились в результате обрушения мировых цен на нефть, и проблемы, связанные с санкциями, ну, и те, отчасти чуть-чуть затрону, которые связаны со спецификой той экономической политики, которую наша власть у нас в стране проводят. Начну с нефти. Я уже говорил в этом зале, кризисное обрушение цен на нефть и политика импортозамещения несколько снизили зависимость нашего экономического базиса, российского, от экспорта энергоносителей, нефти и газа. Так вот, эта зависимость достаточно заметно падает. Вот видите, 2014 год, 51%, 15-й, 43%, 16-й, 36%. Сократилась на 15%, это очень немало. Но она еще очень и очень глубокая. По сути, это признают экономисты самых разных школ. Сегодня, если кардинально не менять экономическую политику, то цена на нефть в очень высокой степени определяет по-прежнему условия и возможности исполнения нашего российского бюджета. Видите, здесь по оси горизонтали цена на нефть, а здесь на сколько мы получим дефицит бюджета. При 30 долларов за баррель мы получим около 5, даже больше 5% бюджетного дефицита. При 60 всего, всего один или даже меньше. Это вот такие влияния. Ну и то, что сейчас цена на нефть поднялась и, скажем так, пока не не удается пробить пол ниже 55 долларов за баррель, для нас это в таком вот смысле, не только в этом, оно, конечно, благо. Понятно, почему такая зависимость. Но люди, которые в экономике не, скажем так, не купаются, они, может быть, не понимают. При низких ценах на энергосырье сокращаются валютные доходы от нашего экспорта. А одновременно растут расходы валюты на дорожающий в рублях импорт. И в результате такие балансовые показатели нашей внешней торговли, как счет внешнеторговых текущих операций и общий внешнеторговый баланс заметно меняются. Вот, пожалуйста, вот видите, у нас в 15-м году, когда с ценой на нефть было получше, профицит счета был 69 миллиардов. То есть избыток поступлений над тратами. А в 16-м 22,2 миллиарда. То есть мы, естественно, упали более чем в трое. Это очень много. Ну, а, соответственно, рос у нас и бюджетный дефицит. Видите, это вот только в этом году. Вот такая динамика. Ситуация здесь не попала в самый конец года, начала чуть-чуть справляться в конце года, подчеркну, после того, как соглашение ОПЕК было заключено, о котором, наверное, слышали, о снижении уровня добычи, и цены на нефть начали подниматься. Так что от нефти у нас по-прежнему зависит очень многое. И то, как государство может исполнять свои социальные инвестиционные обязательства, и в конце то у нас будет или не будет подушка безопасности. То есть придется ли нам быстро-быстро тратить на покрытие дефицита бюджета нашей резервный фонд и фонд национального благосостояния, или они будут все-таки снижаться достаточно медленно, и мы сможем это растянуть надолго. Потому что, повторю, бюджетный дефицит в условиях, когда наши государственные расходы, в том числе и прежде всего на безопасность и оборону резко выросли, бюджетный дефицит пока что с ним справляться трудно. Иначе нужно резать и дальше и так резаную медицину, социалку и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, наша экономика зависит не только от нефти или шире только от сырьевого экспорта. Падение цен на нефть само по себе, во-первых, увеличило долю других отраслей в валовом нужном продукте. Меньше дохода, значит, соответственно, и меньше доля. Наложенные на Россию санкции заодно вынудили там, где это возможно, форсировать развитие других отраслей и для замещения импорта, и для увеличения экспорта. Конечно, это получается далеко не везде и не сразу. И на самом деле люди, которые этим занимаются, частью не знают, как этим заниматься, частью не могут в нынешних экономических условиях, а частью просто, наверное, не хотят заниматься. Им до сих пор кажется, что вот-вот как-то все образуется, с Западом договоримся и все будет как прежде. Это есть. Но, тем не менее, вот сельское хозяйство, в которое вкачали хорошие дотации, которому повезло с хорошими урожаями, и в которых, как я уже говорил, наши фермеры, в том числе новые логифундисты, очень жестко и эффективно организовали работу, так вот, оно довольно сильно поднялось вверх, заметно увеличило и производство, и экспорт, особенно по зерновым. Мы сегодня мировой гигант, лидер мировой по экспорту пшеницы. Но и кроме того, мы полностью покрыли потребности нашего рынка в пшенице разных сортов, зерновых и дефицит наших овощей на нашем рынке, который был, я имею в виду внутреннего производства, он был, мы покрывали примерно 70%, не более, сейчас мы уже покрываем внутренним производством 90% потребления. Это уже вполне приличные цифры. Грубо говоря, в критических ситуациях мы голодными не останемся, более того, мы очень сильно нарастили производство свинины и мяса птицы, то есть мы безбелковой пищи сами и своих детей не оставим. И это довольно крупное достижение. Но важно то, что в последние месяцы, причем, хочу заметить, еще до повышения цен на нефть, похоже, произошел перелом и в развитии нашего промышленного сектора, промышленного комплекса. Мы видим, что вот это плато, затем кризисный спад и вот сейчас вот уже довольно долго идет рост. Этот рост идет уже с конца лета 2016 года и продолжился в нынешнем году. Причем, что очень важно, здесь я не дал рисунок, но есть такой, обрабатывающие, то есть несырьевые производственные отрасли растут быстрее, чем уровень производства в целом. То есть главное растет быстрее. Теперь о том, что касается производства потребительских товаров. Здесь наиболее явно устойчивый рост в пищевой промышленности. Вот видите, он такой неуклонный, упорный, ползет вверх, и, как я уже сказал, результаты есть. Неплохой рост идет в текстильном и швейном производстве. был спад, то сейчас довольно заметно пошел опять-таки с середины, с осени 2015 года, полтора года уже идет. В других отраслях производства потребительских товаров, в частности в обуви и кожаных изделиях, в бытовой технике, ситуация с ростом где-то неопределенная, а где-то не слишком хорошая, надо признать. Теперь об отраслях, производящих продукцию инвестиционного спроса. То есть, грубо говоря, то, что раньше называлось производство с производством. Ситуация с ростом тоже очень неравномерная. Плохо с производством стройматериалов. Давно падает, падает неуклонно. В конце прошлого года, похоже, наметился некий перелом к росту, но он пока и сомнительный, и неуверенный о нем говорить рано. А это проблема серьезная, потому что основные фонды начинаются со строительства. Если нет спроса на рынке строительства, значит, падает и спрос на рынке стройматериалов. То есть, это цепочка неразрывная. И это, скажем так, тревожит. Получше обстоят дела в производстве машин и оборудования. Вот здесь все-таки вышло на некоторое подъем, вот этот маленький спад, на самом деле подъем продолжается в машинах и оборудованиях. Говорить об устойчивом росте опять-таки нельзя, но, тем не менее, в результате с уверенного спада, который был до сих пор, мы чему-то перешли в, похоже, менее опасному и тревожному. Наиболее явно выраженная тенденция роста у нас в производстве электро- и оптического оборудования. Вот и здесь был рост в предыдущее время, и здесь идет быстрый рост. Основной, конечно, вклад вносит заказы оборонно-промышленного комплекса, вкачали большие деньги, обновили оборудование, потом это будет видно на другом слайде, и получили результаты. Причем наше электронно-оптическое оборудование, оно то, которое не секретно, то, для мирового рынка, на мировом рынке с большим интересом ждут и хотят купить. Но, тем не менее, вот здесь рост продолжается, но все это очень скромно. Сказать, что картинка благостная, сказать, что мы поперли вверх, так и вовсе нет. То есть активный рост востребован, принятые программы импортозамещения, программы, казалось, должны касаться в первую очередь именно быстрого роста производства машин и оборудования, вот того, что нам нужно для обновления всего производственного парка, но результаты пока очень скромные. Почему они скромные, в какой-то мере объясняет следующий слайд. Как вы видите, здесь указаны рентабельности производства для разных отраслей по годам. Но динамика по годам можете посмотреть сами, здесь не самое важное, а важное уровни рентабельности. Во-первых, большинство отраслей нашей экономики производит продукцию с рентабельностью не просто крохотной, а той, которая ниже российских ставок по кредитам. То есть предприятие, которое должно работать, хочет работать, оно должно как-то кредитовать свое производство. Тем более, если оно хочет расширяться, оно должно кредитовать в обновление оборудования, в модернизацию, в новые фонды и так далее. Оно берет кредиты в банке. Если банк получает кредиты от центрального банка по 10% годовых, он принципиально не будет никому давать кредиты ниже, чем 12-15%. Значит, кто у нас на уровне 12-15% рентабельности? Где мы его видим? Вот сырье, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых электроэнергетика. Здесь вся потребительская сфера ниже рентабельность, а самое печальное, самое главное, машиностроение в очень низком уровне рентабельности, абсолютно не приспособленном для работы при таких кредитных ставках, при такой макроэкономической ситуации, при таких планах. Почему эта рентабельность мизерная? То есть можно говорить о том, что она принципиально не может быть другой, можно говорить о том, что там плохо работают, не умеют управлять, эффективные менеджеры еще не пришли, как следует, не взялись, а вот будет другой руководящий персонал и лес и горы за пляж. В огромной степени, конечно, мизерная рентабельность, потому что упал в кризисе платежеспособный спрос на продукцию, ну, если говорить о потреблении, то у большинства населения, а если говорить о машиностроении, у большинства производственных отраслей. Компании, в принципе, пытались в этих условиях поднимать цены на свою продукцию, чтобы повысить рентабельность, но оказывается, что рынка нет, никто дорогую продукцию покупать не хочет, не по карману. В результате они сидят на сверхнизкой рентабельности. Что значит сверхнизкая рентабельность? Это значит неспособность обновлять производственные фонды, а неспособность обновлять фонды – это низкая эффективность устаревшего изношенного оборудования и, значит, невозможность соответствовать современным требованиям рынка или, скажем так, государственных заказчиков и так далее. Вот мы видим, что в большинстве отраслей, вот просто по перечислению, возраст установленного оборудования превышает 10 лет. кое-где 15-17 лет. В мире сейчас в большинстве отраслей за редкими исключениями норма обновления оборудования, то есть срок жизни не более 5-7 лет. А у нас вот такая картинка. То есть, если, грубо говоря, есть новый станок с очень высокой точностью производительности, какой-нибудь бельгийский и российский, который произведен 20 лет назад, российский просто не может в такой точности, в таком качестве эту продукцию сделать. Не может. Физически. Он для этого не приспособлен. А новый станок сделать или купить по описанным причинам невозможно. В результате у нас в России очень большая доля промышленных предприятий работает на грани убыточности и даже в убыток. Почему? Чтобы не останавливать производство и не отправлять в безработицу свой персонал. Как мы видим, доля убыточных предприятий в России хотя и снижается, было еще хуже, но тем не менее снижается слишком быстро и уровень сейчас очень высокий. Как живут такие предприятия? В основном или в значительной степени за счет тех кредитов, которые просто не могут погасить. Почему не могут? Во многих отраслях доля просрочки кредитной превышает 10%. И опять-таки во многих отраслях мы видим доля просрочки не снизилась, а повысилась. Ситуация далеко не благостная, потому что этот тренд он тупиковый. Тем не менее, даже в таких условиях наша промышленность в основном все-таки надо признать не просто выживает, а еще и активно борется с описанными кризисными тенденциями. Это во многих в большой степени заслуга государства, которое в кризисе все-таки наладило инвестиции и контроль за их расходованием в оборонно-промышленном комплексе и в ряде критических инфраструктурных проектов, и за этими заказами потянуло и другие отрасли промышленности. Грубо говоря, если строят Керченский мост, на него нужен бетон, металл, высокопрочные армированные кабели и так далее. В результате предложение товаров инвестиционного назначения, вот этих самых, для производства, средств производства, тоже переломило вот эту печальную тенденцию падения и начало расти. Сказать, что оно выросло очень сильно, нельзя. Сказать, что оно стагнирует, тоже уже нельзя. Тренд какой-то на перелом есть. Растет за счет чего вот это самое предложение товароинвестиционного назначения на рынке? Оно упало более чем на 20 процентов. Огромное падение. Сейчас растет более года и растет устойчиво. За счет чего? Как за счет роста внутрироссийского производства, так и за счет импорта. Импортозамещение в огромной степени у нас оказалось импортозаменой. Вот картинка по динамике импорта. Почти обвальное падение импорта в 2014 году, в 2015 году в основном остановилось, а порядок позиций даже обнаруживает тенденции к росту. Обращаю внимание на то, что уже в 2015 году были периоды достаточно существенного наращивания импорта инвестиционных товаров, несмотря, подчеркну, на то, что для России западные, то есть европейские, американские рынки таких товаров были фактически полностью закрыты санкциями. То есть часть производственников, которые понимают, что необходимо обновлять свои производственные мощности, сумели найти альтернативных поставщиков оборудования китайских, тайваньских, корейских, малайзийских и так далее. Не всегда эта продукция по качеству равна, скажем так, германской продукции точной техники, но в основном уступает немного и вполне приемлемо и по цене, и по качеству. То есть за счет этого хотя бы частично обновляется производственный аппарат. Но повторю, удается это совсем не всем. На днях вот наш Центробанк принял решение оставлять свою ключевую кредитную ставку на тех же 20%. Очевидно, что предприятия с рентабельностью производства ниже 13-15% что делают? Они либо просто кредиты на развитие не берут, либо берут, но оказывается среди злостных неплательщиков со всеми сопутствующими неприятностями. Вот видите, у нас проблемные безнадежные кредиты все-таки довольно заметно падали. Но вот примерно в 2014 году снова начала кредитная просвочка расти и выросла до почти 9% совокупного массива кредитов. С лета, опять-таки осени, когда начала повышаться цена на нефть, все-таки кредитная просвочка снова начала падать. То есть опять нефть, опять нефть. Куда ни поглядишь, цены на энергоносители по-прежнему влияют на нашу экономику очень и очень сильно. Но это забота банков и не только банков, что делать с этими невозвратными кредитами. Но в самой банковской системе ситуация тоже далеко не вполне благополучная, а иногда и совсем неблагополучная. Во-первых, много банков, которые ранее кредитовались на Западе в валюте, оказались в больших долгах и встали перед сложностями их выплаты в связи с девальвацией рубля и санкциями. То есть брали-то они, платили за доллар по 32 рубля, а отдавать-то они должны платить за доллар 60 рублей. Это очень болезненно. Во-вторых, многие банки пытались из кризисной ситуации, из этой долговой ловушки выбраться за счет различных финансовых махинаций. Самых разных, вплоть до пирамид, вплоть до увода в фиктивные фирмы. Скандальных всяких историй по этому поводу в прессе хватает, наверняка всем попадались. В общем, махинаторов очень много. А вот надзорные службы Центрального банка эти махинации до недавних пор вообще практически не отслеживали или отслеживали не слишком внимательно. В последнее время начали отслеживать более серьезно. Что в результате? В результате отзыв лицензии у наших банков сомнительных, проблемных, махинаторских следовал только после того, как обнаруживались гигантские махинации, вывод основных здоровых активов и огромнейшие дыры в балансах. После смены главы ЦБ Игнатьева на Набиулину надзор, похоже, стал более жестким. И результаты вот пожалуйста. Вот при Игнатии частота отзывов банковских лицензий, вот при Набиулине. При этом она столкнулась с следующей проблемой, связанной с тем, что банки гораздо менее охотно, когда их прижимают, начинают подчиняться требованиям строгого банковского надзора, то есть раскрывают в деталях свои балансовые отчетности. Это серьезная проблема. В результате на сегодняшний день из более чем тысячи банков, которые совсем недавно работали в России, сейчас осталось чуть более 600. Это гигантское сокращение банковской системы. иногда говорят, что в регионах, особенно в каких-то небольших городах и поселках это создало проблемы, в банк нужно добираться, а пораспутиться и так далее, но оборотная сторона махинаторских банков похожая, это специалисты говорят, с которыми я говорил, стало резко меньше, то есть банковская система довольно заметно расчищена. Но еще обращу внимание, это удовольствие невнимательного или сознательно невнимательного, скажем так, осторожно надзора за банковской системой со стороны ЦБ и соответствующих служб, которые были этот надзор вести обязаны. Вот что получилось. Накопленные дыры, то есть грубо говоря украденные или растраченные деньги в банковской системе вот всего за последние три года уже сейчас даже больше приблизились к триллион восемьсот миллиардов рублей. Гигантская цифра, а в таких же цифрах сейчас отчаянно спорят, будет там бюджет отсюда-отсюда, тратит резервный фонд, не тратит, а вот такие деньги просто были растрачены и украдены в результате плохого надзора над банками. Теперь о том, что у нас происходит в социальной сфере. На следующем слайде динамика доходов наших граждан с разным уровнем. Вот здесь есть, как мы видим, существенные различия. Наиболее бедные граждане с доходами до 10 тысяч рублей в месяц, они неуклонно в это время беднели. У чуть более обеспеченных доходы были такими постоянными или снизились незначительно, а у еще более обеспеченных, у кого было больше 27 тысяч рублей подушевого дохода в месяц, у них доходы росли и только в последнее время, только вот в этом кризисном периоде последнем незначительно упали. Но я подчеркну, что эти данные, они в значительной мере расчетные, исчисленные, и есть сомнения у некоторых экспертов в этих расчетах. Более ясный измеряемый показатель это динамика реальной заработной платы. Поясню, что такое реальная заработная плата в отличие от номинальной. Не все знают. Это зарплата, которая определяется по размеру корзины товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. То есть она в основном учитывает изменение цен за счет инфляции и соответствующую поправку в номинальную зарплату позволяет вносить. Мы видим, что в годы дорогой нефти реальная зарплата очень существенно у нас выросла, а с началом так называемого украинского кризиса в 2014 году начало очень быстро падать. Перелом прошел осенью 2015 года, когда зарплаты снова начали расти реальные. Хотя отметим, что до пиковых значений предкризисных сегодня этим зарплатам очень и очень далеко. Опять-таки наши граждане в среднем объединили очень существенно. Кстати, хочу отметить здесь и то, что уже в годы благополучные с точки зрения нефти самые высокие зарплаты были в машиностроении. То есть уже тогда понятно, что и политическое руководство, и менеджеры госпредприятий, и, подчеркну, многие хозяева бизнеса, уже понимали, что постсоветский провал в российском машиностроении это тот базовый тормоз экономики, с которым придется разбираться, и если не разобраться, то дальше никакого движения и никакой глобальной конкурентоспособности, о которой россияне естественно мечтали, добиться не удастся, об этом мечтать нечего. Тем не менее, возвращаясь к нашим гражданам, в 2016 году наше население существенно обеднело. По данным Росстата говорят, что чуть приглаженным, реально ситуация хуже, так вот реальные располагаемые доходы наших граждан за год снизились почти на 6%, на 5,9%, а поскольку они снижаются уже, скажем так, почти три года, этот тренд малоприятный, и понятно, что люди не имеют основания быть довольными, но они не имеют основания быть довольными не только зарплатами, что у нас с численностью работников и безработицей, уже в 2011 году мы видим в ключевых сегментах экономики, включая машиностроение, переработку сырья, производство потребительских товаров, началась так называемая кадровая оптимизация, то есть, грубо говоря, увольнение персонала. Исключение это добыча полезных ископаемых, вот где численность персонала даже детско выросла. Ну и там, где обязаловка, это производство, распределение энергии, газа и воды, где без этого персонала обойтись просто нельзя. Ну вот, интересно, вот мы видим эту картинку, но по данным Росстата, безработица в России все это время практически не росла и даже отчасти падала. Почему? На днях я с изумлением прочел результаты свежего исследования занятости и обнаружил, что около трети нынешних хозяев и работников малого бизнеса, это ребята или женщины, мужчины, так сказать, нового, недавнего призыва. И что занялись они, это опрос, этим малым бизнесом не по призванию, не по собственной воле, а просто потому, что потеряли постоянную работу и вынуждены были просто никуда не денешься искать в создаваемых малых предприятиях пропитание для семей. Эти предприятия разоряются, создаются снова, но вот именно туда выдавили огромную часть тех, кто ушел в безработицу со старых привычных работ в ключевых отраслях экономики. Но и это не все. Есть еще так называемый теневой рынок труда, где не регистрируются, налоги не платят, а деньги получают за работу в руки наличкой по договоренности с работодателем. Ну, по понятным причинам точных данных по этому рынку нету, ну, никакие его участники ни в какие статистические таблицы отчеты попадать не хотят. Они налоги не платят. Зачем им это нужно? Они, грубо говоря, прячутся. Тень. Есть некоторые сравнительно убедительные экспертные оценки. Вот одна из этих оценок. Так вот, по этой оценке, во-первых, теневой рынок труда в России в последние годы заметно подрос, и, во-вторых, он на сегодняшний день составляет более 40% трудоспособного населения. Думайтесь. Это же гигантская цифра. Такая доля труда в тени это недополученные налоги, налоговые доходы бюджета, отсутствие у этих работников каких-нибудь хотя бы минимальных социальных гарантий, лечения, образования и так далее, и так далее. И это, конечно, благодатная среда не только для теневой и криминальной экономики, но и для чистого откровенного криминала. Тем не менее, разумных механизмов борьбы с теневой занятостью пока никто во власти не предлагает. Предлагается, в последнее время даже навязывается, ну, вслед за Западом, один, на мой взгляд, неразумный механизм, а именно свести к минимуму или вообще заплатить, ну, запретить совсем наличные расчеты. и все или почти все расчетные операции граждан, всех, не банков, не фирм, а граждан, любых там, пенсионеров, рабочих и так далее, проводить только через банковские карты. Ну, тема неразумности этого механизма, это отдельная тема, я ее сегодня затрагивать не буду, но я хочу отметить, что власти наши эту тему так напрягли, но дальше от нее отъехали, подумавшие, и, наверное, понятно почему. Они, видимо, понимают, что вот эти 40% это сила, и низовые протестные политические издержки в попытке эту силу впрячь налоговую телегу, они, ну, наверняка, несомненно, превысят те приобретения, которые могут дать повышение налоговой базы, там, и так далее. Еще одна достаточно болезненная проблема сегодняшнего состояния социально-экономической сферы в России, это очень высокая для нашей страны, не вообще в мире, для нашей страны, которая не привыкла жить в кредит, ее заставляют привыкнуть, но она все еще не привыкает. Так очень высокая долговая нагрузка очень большой части граждан. Вот, пожалуйста, как мы видим, долги населения у нас очень большие, в начальном пике украинского кризиса 2014 года средний наш гражданин тратил на выплату своего долга почти 22% своих доходов, то есть, грубо говоря, он 1000 рублей получил, 220 рублей, отдай, не греши в виде выплаты за кредит. В 2015 году средний уровень кредитных выплат снизился до 18,7%, а в нынешнем году, в конце нынешнего года, даже начал чуть-чуть падать. Дальше это вот прогноз, не обращайте внимания, там, другие иные прогнозы. Судя по нынешним тенденциям сокращения объемов кредитования и по потребительским кредитам, по автокредитам, в какой-то мере и по ипотеке, через год средняя долговая нагрузка на российскую семью может упасть до примерно 13%. Некоторые экономические аналитики говорят, что вот и хорошо, это скорее благо, поскольку запредельная ситуация с кредитами вынуждает тех взаимодавцев принимать все более жесткие меры к кредиторам. Начинаются отборы автомашин, отборы квартир и так далее, а это крайне болезненно и социально-политически опасно, не только экономически, именно социально-политически. Но, с другой стороны, ведь понятно, что такая тенденция говорит не только о повышении кредитной осторожности населения и его неспособности кредитоваться, но, то есть, о снижении доходов, но говорит еще, об этом многие говорят, о страхе перед неопределенностью будущего, которая разлита в нашей стране на всех уровнях населения, во всех социальных группах. Чуть позже я об этом еще раз скажу, но это одна из главных причин, тревожных причин, потому что никакая экономическая активность, особенно в нашей стране не исключает из рассмотрения, исключает из влияния вот этот фактор оптимизма некого, взгляда в будущее. Мне трудно, детям будет получше, через 3-5 лет что-то наладится, вот, появились ростки нового, становятся лучше. Вот у нас руль в России, вот это очень важно, вообще для любой деятельности, для жизни, а вот этого нету, это один из самых неприятных и важнейших факторов экономики в том числе. Теперь посмотрим, что у нас происходит с базовыми некоторыми другими показательствами ВВП в частности. Вот мы видим, что тоже все-таки перелом несомненный. С кризисной самой глубокой ямой 2015 года второго квартала напомню опять-таки на фоне цен на нефть, которые провалились до 30-32 долларов за баррель. Так вот, с этой кризисной ямы ВВП России начал постепенно из этой ямы выбираться. По свежим данным статистики, здесь они не попали, в последнем квартале 2016 года и в начале нынешнего года ВВП показывает пусть маленький, но рост. А в целом на год прогнозируют оптимисты рост до 0,8%, пессимисты 2-3, но тем не менее о том, что будет опять обвал в нынешних тенденциях экономического развития, никто из тех, кто занимается всерьез экономикой, не пишет, не говорит. Но сейчас наше правительство, судя по активности обсуждения в прессе, даже не рост ВВП больше беспокоит, хотя это главный, хотя и формальный показатель какого-то развития страны, а тот самый дефицит бюджета, о котором я говорил, и связанный с этим дефицитом необходимость тратить резервные фонды. Если говорить вообще о резервах, не только резервных фондах, у нас есть валютные резервы или ЗВР, золотовалютные их иногда называют, которыми управляет Центробанк, так вот, они уже много месяцев практически не меняются и находятся в зависимости от переоценки курсов валют, плавающей валюты, соответственно, чуть меняются на уровне 385-395 миллиардов долларов, то есть это тот уровень, с которым мы вышли из предыдущего кризиса, пузыри которого показывал здесь вот Сергей Иванович недавно, и с тех пор вот это, эти резервы более-менее твердо стоят, чуть-чуть поднялись, твердо стоят на этом уровне, то есть вот эта подушка безопасности у нас неприкосновенна. Важное изменение, которое там произошло, состоит в том, что в резервах наших довольно быстро сокращаются доли ценных бумаг Соединенных Штатов и других стран, прежде всего Великобритании, но не только, и одновременно столь же быстро растет доля монетарного золота, то есть золота в свитках. Если перед глобальным кризисом в начале 2007 года объем золота в наших золотовалютных резервах составлял около 400 тонн, то на сегодняшний день золото у нас в резервах в четверо больше, 1600 тонн. Причем только в прошлом 2016 году Центробанк купил в золотовалютной резерве около 110 тонн золота. То есть рост явный и мощный. Но причина видимо в том, что нарастающая кризисная лихорадка на мировых валютных рынках, а также конечно глобальные политические потрясения последнего времени, включая Брексит, о нем я говорил в предыдущем докладе о Брексите, так вот это вынудило наш ЦБ сократить валютную составляющую резервов, особенно фунта, в пользу золота как более устойчивую по цене, то есть как бы вечной ценности. Но вот объем резервного фонда и фонд национального благосостояния ФНБ, который находится в управлении правительства, нужно рассмотреть отдельно. Если ФНБ практически не тратили, то из резервного фонда за последние кризисные годы истрачено очень много, в частности только в 2016 году резервный фонд сократился почти в четыре раза с 3,64 триллиона рублей до 972 миллиарда рублей. Здесь на картинке показаны цифры прогноза более раннего, я привожу последние цифры. Но вот хочу заметить, что осенью Минфин прогнозировал то, что в 2017 году резервный фонд полностью исчерпается, а фонд национального благосостояния заметно сократится примерно на 700 миллиардов рублей. Сейчас уже оценки другие. Минфин оптимистично заявляет, что при сохранении нынешних нефтяных цен на уровне примерно 55 долларов за баррель немалая доля резервного фонда у нас останется, но здесь споры сколько потратят, но тем не менее он явно еще сохранится в нынешнем году и останется на 2018 а ФНБ фонд национального благосостояния вообще тратить не придется. Далее, сейчас наше экономическое ведомство и Центробанк заявляют в качестве своего главного достижения то, что принятые ими меры позволили радикально подавлить в стране инфляцию. Но действительно у нас за постсоветские годы еще никогда инфляция ниже 6 процентов годовых не падала. сейчас по итогам года 5,4 процента. И это в принципе конечно хорошо, потому что низкая инфляция это важнейший фактор, который позволяет бюджету, госпредприятиям, бизнесу, людям как-то прогнозировать свое экономическое будущее. Это важно, без спор. Но вот цена, которая заплачена за такое снижение инфляции вызывает много вопросов. Почему? Потому что основные механизмы снижения инфляции, которые использовал Центральный Банк, это те же самые застарелые, заскорузлые механизмы, которые нам советовал Международный валютный фонд и эксперты Гарвардского института в 1991-1992-1993 году, 25-20 лет назад. Это держи, зажимай денежную массу, не пускай деньги в массы и на рынок, и тогда при нехватке денег не будет инфляции. Вот этот механизм в основном и использовался. То есть высокие кредитные ставки и минимизация уровня денег в обороте экономики. Но это по сути и то и другое это механизмы торможения развития. Во всем мире это так. Бесспорно это уже давно в экономической теории. Более того рекомендации так называемого Вашингтонского консенсуса, которые когда-то звучали как единственно верное учение либеральной или неолиберальной экономики. давно оспорены и отвергнуты. Наши партнеры как говорит президент а на самом деле геополитические противники в кризисе и Соединенные Штаты и Евросоюз страны Европы и Япония поступили в кризисе с точностью да наоборот. Они как я уже говорил в предыдущем докладе очень глубоко опустили ставки кредитования в том числе ключевые ставки центральных банков и заодно заливали экономику деньгами что в Европе что в Японии что тем более в Соединенных Штатах нам же рекомендовали делать наоборот и наши монетарные власти что при Кудрине что при Силуанове делают это неуклонно скажем так не скажу тупо но уперто уперто вот можно ли было в кризисе действовать иначе это отдельная непростая тема она дискуссионная здесь ее трогать не буду теперь о еще одной заботе правительства ЦБ о которой сейчас они заговорили это российский внешний долг государственная часть этого долга очень умеренная это около 50 миллиардов долларов а вот частнокорпоративная большая и довольно быстро растет совокупный наш долг внешний государственный и частнокорпоративный вырос на 7% за прошлый год и вот сейчас на начало января составил почти 520 миллиардов долларов это 42% годового ВВП нашей страны в пересчете нашего ВВП на доллары подчеркну что в большинстве стран мира отношение совокупного долга к ВВП гораздо выше иногда как у ряда стран ЕС оно превышает 100% но наш ЦБ пишет что безопасный уровень долга для России не должен быть выше 25% и с этим соглашается счетная палата и то же самое нам посылает тот же сигнал МВФ но это не самые важные инстанции и конечно наши денежные власти дают такие оценки и просят согласия с ними прежде всего для того чтобы решать свою привычную задачу оптимизации расходов то есть деньги не трать деньги не трать деньги не трать в первую очередь деньги государственные но в этом их беспокойстве есть и своя правда России в третьем квартале прошедшего года по данным Минфина пришлось направлять только на обслуживание не на выплату только на обслуживание то есть на проценты по долгу 40% валютных поступлений тут есть некая химия в этом высказывании нашего Минфина потому что в третьем квартале были большие объемы процентных и непроцентных долгов особенно большие календарные по плану так что эта цифра относительно среднего существенно завышена но тем не менее рост внешнего долга и расходов на обслуживание это тенденция достаточно тревожная потому что если у нас кардинальным образом не улучшится внешний торговый баланс мы почти всю или значительную долю валюты которую мы получаем будем вынуждены тратить на то чтобы погашать долги а это уже совсем тупиковая ситуация теперь о том где мы сейчас оказались в сравнении с другими странами которые вот принято причислять к развивающимся на следующем слайде сопоставление основных экономических показателей стран брикс вот нашего объединения которое как бы было создано формальным перечислением а потом превратилось в нечто живущее ведущие переговоры обсуждающие совместные проекты и так далее так вот мы видим что хуже чем в россии экономическое положение только у бразилии которое заметим с одной стороны вроде бы не под санкциями но с другой стороны в нефтяном кризисе как и мы а с другой стороны раздирается острейшим и длительным экономическим и политическим кризисом о Индии о Китае по сравнению с нами великолепно скажем так а о Юрноафриканской республике ну плохо но гораздо лучше чем у нас и такая тенденция понятно не может длиться долго я почему эту табличку показываю потому что наше стратегическое партнерство на которое мы нацелены в том числе с Китаем и с Индией они могут быть эффективны и успешны только в том случае если эти партнерства равноправные причем не равноправные по единому оружию и ракетам а экономически равноправные так вот БРИКС может существовать только тогда и до тех пор что-то делать если есть равноправное партнерство и только тогда и до тех пор когда другие партнеры неравноправного неинтересного экономические партнера просто вежливо выпихнут за порог и еще один вопрос немозловажный интерес представляет то какие проблемы считают важнейшими для своего бизнеса люди которые реально на деле этот бизнес ведут давно именно в России это менеджеры корпорации хозяева корпорации вот на следующем слайде данные одного из социологического вопроса на эту тему он не единственный но он достаточно показательный что здесь мы видим более всего беспокоит наш бизнес такие проблемы как недостаточный спрос на внутреннем рынке вот он высокие налоги да далее дорогой кредит и недостаток денег для ведения бизнеса но хочу обратить внимание на еще один показатель который очень высокий и который особенно быстро растет в последние годы неопределенность экономической ситуации в стране то есть невозможность долгосрочного планирования своих действий в том числе действия экономических то о чем я говорил в отношении населения в отношении предпринимателей значимо еще ну несравненно больше он грубо говоря вкладывает в деньги зная что через 5 лет или через 3 года он должен их вернуть это бизнес он должен отбить затраты а если неопределенность то он не знает отобьет не отобьет и значит не вкладывает и значит развития нет то есть конечно мы начали из кризиса вот по тем картинкам которые я привел выбираться но чуть-чуть пока только выбираться выберемся ли окончательно когда выберемся и как выберемся пока увы далеко не ясно это к сожалению вопрос открытый сегодня я на самом главном остановился как мне кажется в тенденциях в российской экономике много вопросов я за сколками оставил важных в том числе и негативных и позитивных тенденций тактических стратегических событий включая такие как борьба за вектор экономической политики ее разворот или не разворот формат бюджета налоговая система и так далее это вот очень важные вещи которые составляют конкретную плоть и кровь экономического развития но это я обещаю обсудить позже в одном из следующих докладов спасибо за внимание вот знаете что я могу сказать мне на протяжении какого-то количества времени казалось что все происходящее это такая довольно мерная трясина затянувшаяся чуть-чуть после ну этих болотный и всего остального и как бы ну так сказать там чуть-чуть всколыхнувшаяся в связи с Донбассом и Крымом и снова затянувшаяся какое-то арягское а вообще события на Донбассе я не рассматриваю как один из самостоятельных факторов в том тряси надо не тряси вот то что я обратил внимание и что еще обратил внимание на как несколько международных факторов мне говорит что это не трясина вот я никогда не говорил о том что Соединенные Штаты грохнутся в отличие вот очень было много любителей Хазин в основном там и компаний они каждый год ждали что Соединенные Штаты вырошат вот наличие таких факторов как пузырь долг Трамп ПДТ пузырь долг Трамп вот оно вместе означает не случайным образом что ситуация вышла из коридора такого гниющего равновесия она не может в нем остаться он решительный мужик с большими так сказать планами на жизнь тот кто с песней по жизни шагает тот никогда и нигде не пропадет он явно идет по жизни с песней и так сказать абсолютно заведем вот этим ставит на уши Америку а значит и мир гораздо больше чем чем угодно еще понимаете когда дом колышется а ты в нем очень громко кричишь и ногами топаешь и по стенкам бьешь то врушение дома становится гораздо более вероятным сам он он в эту сторону ведет никаких особых иллюзий по поводу того что прием на Трампа надеюсь я сам не прошаю что при Трампе все станет как-то так не Россия идеально я не испытываю а вот наоборот что он эту ситуацию взорвет у себя дома и из дома пойдет волна на мир я очень даже предполагаю эту возможность вот и когда это докатится сюда эта ситуация то это будет иметь несколько последствий во-первых это будет вопрос о том вообще как жить потому что это может быть этот уровень неблагополучия может быть вполне себе неслабо да вот в каких формах должна осуществляться жизнь если это неблагополучие нарастет они растут повторяю если он там что-нибудь такое схлопнет и оно пойдет вот так кругами да а он же должен дернуться значит он не дергается все он должен расписаться что он так сказать а он не хочет в нем есть ретевое он такой живой и такой вполне хищный и так сказать такой с любовью к этой жизни там власти и ко всему прочему только-только вкусивший такой человек роль личности истории значит очень много он прост энергичен не до конца вот выхолощен как все остальные эти политики и эти факторы в сущности позитивные могут превратить его во что угодно включая мощный фактор деструкции во вторых он не существует сам по себе это очень важно что собой представляет сейчас консервативная Америка консервативная Америка штука непростая это депрессия и надежды это абсолютная травмированность все никогда будут сидеть на шее вечно негры будут вытирать о нас ноги мы уже ничто Америка погублена и надежда мы можем какой склан в действии вот эта надежда наш президент в ощущениях что он неопущенный такой они говорят слабо тебе он говорит а мне не слабо это это фактор по отношению к которому любые математические долгие выкладки того что происходит с точки зрения всего остального ничего не значит во вторых у него вот эти все и вот принципы вот этого доминирования брутальности и всего очень совпадают с путинскими в этом смысле он ему нравится Путин то есть правильный мужик но два правильных мужика находящихся в разных группах они вполне могут с безумными амбицией да да с безумными амбицией неважно этот уже больше накушался а этот только начинает и все да кто из нас круче это очень серьезный фактор в жизни поэтому совершенно не факт что они договорятся обнимутся и лучше интернационально решать никаких прозитивных проблем у Трампа нет утром деньги вечером стулья утром он станет властью вечером он будет осуществлять программы он пока что совершенно не понимает как он будет осуществлять какие-то программы он хочет получить власть то есть удушить вот эти группы кроме того еще больше он не хочет он только этого хочет он думает только о власти по известному принципу Бабеля что если ваш отец Менделькрик а в чем думает Менделькрик он думает выпить рюмку водки обдать кому-нибудь по морде своих конях больше он ни о чем не думает Срам думает о власти вот как все эти группы которые у вас как их придушить вот так или как-то по-другому причем Америка страна с такими все-таки традициями закона поэтому взять просто так объявить на следующий день что у тебя что ты стал диктатором а демократии в суп от хвост он не может но очень хочет очень как ни один президент США за всю историю он хочет послать это все на три буквы и внутренне это чувствует Жириновский две диктатуры понимаете и все остальное значит соответственно это слон посудной лавки а лавка гнивая и посуда начинена порохом а слон будет шевелиться он будет эту лавку крутить это никуда не денешься а крутить он будет в ситуации вот этого огромного долга этого пузыря он крутит крутит пузырь еще как-то стоял взрываться не взрываться он начинает крутану ба-бах и все это покатилось к нам оно покатилось к нам не будь идиоты все эти глобалисты и все прочие они начнут выводить народ на улицы и на все остальное правильно да значит тогда тут дернется уже другое и вот оно пошло гулять по миру вплоть до каких-нибудь войн конфликтов и всего чего угодно ведь никакого рационального объяснения того что они устраивают сейчас на Донбассе нет понимаете его нет это уже а они хотят там оказаться на радаре а они хотят кого-то с кем-то развести да они ну как бы нервничают а когда человек нервничает либо стакан примет либо морду кому-нибудь даст вот они вот начинают шевелиться потому что у них нервная система в это расходится они понервничали выпустили 15 тысяч снарядов срежат понервничают еще что-нибудь фуганут это природа такая это же люди не вполне адекватные а дальше как это будет схлапываться на всю систему непонятно как пройдут выборы в Европе непонятно и достаточно этому пузырю лопнуть или чему-то еще такого же типа произойти чтобы все константы мировой жизни существовавшие в последние 70 лет ушли все это будет абсолютно другая жизнь я не говорю что это случится сейчас может еще 5 лет так существует но тогда оно так шандарахнет через 5 лет что все что-то понимаете сейчас происходит уйдет в никуда а то что даже если оно шандарахнет в этом году оно все равно шандарахнет круче чем в 2008 круче при более крутом и не уходящем президенте США и при более неустойчивой ситуации в самих США разболтанных вот этими борьбой групп и никогда не забывайте что любой сильный толчок в США это мировой толчок все это не так что вот там чего-нибудь случится такое а мы будем сидеть и радоваться нет тут сразу по цепи всех стран от А до Б всюду все начнет менять да в этом смысле нужно приглядеться к этой картинке я не утверждаю что это произойдет в ближайшие месяцы я думаю что там сидящие у Трампа Голдман Сакс и Джи Пи Морган вполне тоже думают о том как бы это все не навернулось совсем круто и пока там он разберется с конфликтом между ними и с генералами это еще какое-то время пройдет да но в принципе я бы мягко спокойно стал готовиться к тому что вот это какая-то почти такая идиллически тошнотворная ситуация наступившая после болот на этот день мы приближали как могли да вот она эта ситуация может качественно измениться да она внутри себя уже начинает содержать какое-то свое отрицание и это отрицание накапливается как по причинам рациональным которые изложил так и по какой-то иррациональной причине вот так они дергаются потому что вот ну тошно вот еще длить вот это там еще какие-то наступают исчерпания какого-то способов жить способов терпеть способов гулять способов там развлекать все все вот это как бы выгорает но сникает такое вот исчерпание всех оснований попытка что-нибудь новое ухватить да вот мне кажется что происходит сейчас в мире как бы оно безмятежностью не кончится никаких светлых перспектив оно в себе не несет но некоторые вот эти изменения если о них подумать самим спокойно на досуге вот самим что-то почитав всмотревшись поразмышляв пообзуждав это на группах и так далее то гораздо легче будет принять эту ситуацию когда она возникнет да вот естественно что делать это будем вместе спасибо 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 Продолжение следует...